Итак, друзья, здравствуйте. Меня зовут Кузнецова Дарья. Я директор HSE Art Gallery при школе дизайна УВШ. И сегодня меня просили собрать этот чудесный сабантуйчик. Я надеюсь, все-таки 140 регистраций, которые были заявлены мне. А даже если нет, то здорово, что пришло уже очень много. Итак, у нас очень много гостей. Есть очень красивые, есть просто безумно красивые, и не вертолантливые, и умные. Это все, естественно, меня радует. И первый наш гость – это Евгения Прохорова. Она Digital Director Progression Group. Человек с 7-летним опытом работы в диджитал-рекламе. Вы думали, после такого просто живут, улыбаются, так выглядит? Да, да. И сегодня она расскажет как. Пили мы только кофе, если что, сегодня. Очень много. Поэтому вы будете задавать вопросы. Я тоже буду сидеть и саботировать все какие-то откровения, инсайды и тому подобные секретные данные. Она все будет разглашать. Никто об этом, все об этом знают. Поэтому давайте начнем. Поприветствую. Пожалуйста, она это заслужила. Всем привет. Меня зовут Женя. Это я в профиль. Немножко длинный нос в профиль, но в целом как-то так. Да, на самом деле я Digital Director, и очень часто у людей возникает вопрос, что это вообще такое, за что я отвечаю, в целом какова моя задача в рамках группы компаний. На самом деле, если говорить про то, что кликер у нас не работает… Давай я попробую. Давай, может, у тебя волшебные ручки. Ну-ка. В какую сторону нужно покликать? Самое интересное, что я примерно 20 минут назад тестировала, и все работало. Значит, что-то было тут не так. О, это было не я. В общем-то, что такое Digital направление? Что в него включено? В рамках нашего холдинга это три таких больших направления. Это Digital Client Service. То, без чего, в принципе, ни один маркетинг, наверное, не строится. Это, конечно же, то, как мы любим клиента, как мы ему отвечаем. Как правило, Client Service – такой эпицентр всех процессов, которые есть в рамках любого агентства. Это люди, которые собирают все подразделения внутри, люди, которые являются связующим звеном для клиента, люди, которым можно позвонить ночью и которые отвечают тебе в чате в течение двух минут. Это Digital Media, ребята, которые отвечают за все размещение в интернете, начиная от блогеров, инфлюенс-маркетингов, заканчивая чем-то очень сложным, типа SEO-оптимизации, перформанс-маркетинга. В общем, вся реклама, которую вы видите в интернете – это Digital Media. Ну и, конечно, Digital Production, куда без скучных сайтов промо или без потрясающих чат-ботов, которые мы интегрируем нейросетки либо что-то крутое. За это отвечает Digital Production. В комбинации третьих подразделений дают нам потрясающие Digital продукты, которые мы продаем нашим клиентам. На самом деле, если говорить про… Даш, может, просто ты будешь переключать? У тебя в руках он работает. Я вниз нажимала. Если говорить про мой семилетний опыт в рамках именно Progression Group, то мы на самом деле за последние, там, даже лет пять обработали больше 500 тендеров на креативные задачи. Стоит, наверное, сказать, что Progression Group – это независимое агентство, то есть мы не сетка, у нас нет каких-то классных контрактов именно с международными клиентами, то есть мы бизнес, который только за счет своих экспертиз добывает себе от тех клиентов те бюджеты, которые у нас есть. Сейчас в среднем наш winrate достигает 50%. Это значит, что каждый второй тендер по креативу мы выигрываем. И это круто, и хочется сказать, что креатив решает. Поэтому, конечно, креативная команда – это то, чем мы гордимся, и то, что мы бережем. Чаще всего мы работаем с FMCG клиентами, и тут будет небольшой интерактив. Не знаю, насколько вы к нему готовы. Уже вечер, наверное, вы устали, но все-таки я задам этот вопрос. Как вы считаете, что в целом отличает бренды друг от друга? Ну вот для вас, как для обычного потребителя, может быть, есть какие-то предположения, чтобы это могло быть? Так. Еще. Правильно. Как для человека, который не работает в маркетинге. Типа вот вы пришли в магазин, не знаю, вам хочется чипсов. Упаковки разные. Молодец. Заготовленный ответ. Цена. Ну смотри-ка, ты такой смарт-потребитель. Не, на самом деле чаще всего это вот то, на самом деле ключевое, что показывает там любой ресерч, да, любое какое-то исследование. Это, конечно же, какие-то вкусовые характеристики. Это визуал, то есть то, что мы считываем из пачки. И то, что очень любят маркетологи, это позиционирование. Это то, что мы говорим примерно об одном и том же, но разными фразами. Считается, что это разное позиционирование. И чаще всего у любой практически категории, с которой мы работаем в FMCG, в любой нише, там это снеки, это энергетики, это напитки, газировки, сыры, неважно что, на самом деле в любой нише уже есть какой-то свой top of mine бренд. То есть то, с чем эта категория ассоциируется. Если это газировки, это Coca-Cola и Pepsi. Если там это, не знаю, вода, это условно святой источник, боржоми. То есть то, что уже давно известно потребителям, то, что вы чаще всего выбираете. И, собственно, отсюда выходит та проблематика, с которой к нам приходят клиенты. Как нам, как новому бренду, либо бренду с низким уровнем знания привлечь к себе внимание? То есть о чем мы должны говорить, как мы должны говорить, кому мы должны говорить так, чтобы нас заметили и нас захотели купить на полке. Ну и, собственно, в этот момент возникает арт-маркетинг для нас, как для агентства, которое решает эту проблему. То есть мы говорим о том, что нужно усовершенствовать потребительский опыт, который есть у аудитории, когда она узнает о продукте, либо взаимодействует с каким-то продуктом. Ну и, собственно, я подумала, что зачем описывать какие-то теории, если можно на практике показать, как наши кейсы, так кейсы, которые вдохновляют лично меня. Это не совсем, наверное, арт в каком-то классическом смысле, когда мы говорим про выставки, про искусство, прям как искусство. Но это, так или иначе, какое-то переосмысление арта, что-то нестандартное, то, что позволяет по-другому говорить, по-другому выстраивать экосистемы. Кейс Апероли, который был тремя флайтами у нас запущен в три разных года. К нам пришел клиент и говорит, почти каждый второй, не знаю, там, житель центральных регионов Москвы и Питера хоть раз пробовал коктейль Аперол Спритс. Я думаю, что так и есть. А кто-то и не раз. Ну вот, а тем более за лето. И при этом бренд менял свою рецептуру порядка трех-четырех раз. И в какой-то момент они сказали, что мы не хотим просто быть очередным коктейлем в миксологии. Один к одному, один, два, три. Вот эти все истории, которые понятны только миксологам, потому что все в основном льют на глаз. Они говорят, мы хотим, чтобы этот условный коктейль лился в порыве условного танца, потому что это вечеринки, как правило, Аперол Спритс, вы пьете с друзьями. И мы заколабились с Мигой, с Мигелем, с его школой танцев и придумали формат подачи контента, когда под каждый компонент, под то, как он наливается, было разработано специальное движение. В итоге у нас получился танец. То есть у нас все было до простого. У нас просто был экран, на фоне которого наливались разные ингредиенты алкоголя. Были прикольные танцоры, ноунейм, которые придумывали разные движения под просека, под содовую, под пузырики, под то, как это все перемешивается в конце. И в итоге получился какой-то простой такой танец из трех-четырех движений, которые мы вирусили дальше. Но первично было своего рода искусство, как мне кажется. Может быть не в классическом понимании, но в целом это был нестандартный подход к той задаче, которую перед нами ставил клиент. Очень любим мы алкоголь. К сожалению, не в этом году, потому что появился новый закон о рекламе, но тем не менее сегодня будем говорить больше про алкоголиков. Приходил к нам Абсолют, это Перно Рикард. Это было на самом деле довольно давно, когда еще покрас лампас не был иноагентом, и не был мейнстримом. И да, и к нам пришел Абсолют и говорит, мой иконик бренд, нашу водку знают все. И на самом деле знают, как выглядит наша бутылка и какой она формы. Но мы не хотим, чтобы нас просто пили, мы хотим, чтобы мы воспринимались как люди, как бренд, который дает новый опыт, мы хотим выйти на территорию искусства. И мы тогда коллабились с Вилладжем, который тоже еще не был иноагентом. Было классное время. И делали 360 проектов. То есть не просто тест, не просто квиз, не просто какую-то редакционную статью. Мы делали три видео, 360 послойные, с тремя разными художниками. Причем делали эти картины в VR. И, соответственно, просматривая каждую картину, вы перемещались от одного слоя к другому через бутылку портал. В целом тоже очень интересный был опыт. Тогда VR только раскачивался, только появлялся. И для нас, как для агентства, это тоже было интересно попробовать, как это вообще работает. И, как правило, это такой опыт, который очень круто работает в оффлайне. И для нас был определенный челлендж, как перенести его в онлайн, чтобы пользователи понимали, что ты можешь повернуть картинку, что ты можешь с ней повзаимодействовать. И это такой интересный челлендж, с которым мы столкнулись. Как мне кажется, довольно неплохо справились. Тут есть всякие полезные цифры, которые, наверное, вы сможете потом посмотреть. Я не буду на них акцентировать внимание. Есть еще один кейс. Конечно же, тоже про алкоголь. Тут на самом деле история, которая актуальна последние 2-3 года от персонализации. Все мы уникальны, все мы по-своему особенные, все мы любим, когда для нас делают что-то крутое, что-то особенные бренды. И мы делали буквально в позапрошлом году кейс, где под каждую букву алфавита музыкант MoJuze записывал свой музыкальный сэмпл. И проходя определенный путь в чат-боте, ты получал уникальный трек. Уникальный в прямом смысле. У нас было сгенерировано больше 70 тысяч треков. Ну, конечно, с учетом репостов, шеров, друзей, вот этого всего. Но при этом ни один трек не повторялся. Это технически было невозможно. И об этом очень много СМИ рассказывало, просто потому что это персонализация, не о которой ты говоришь на уровне, что у тебя было 4 картинки промо-постава ВКонтакте с разным call-to-action, а это действительно персонализация на уровне каждого конкретного потребителя и опыта, который он получал. И 2 кейса, которые к нам не имеют никакого отношения как агентство, но вдохновляют лично меня. Это Derold on Drop. Не знаю, слышал кто-то или нет, но это такой микс искусства и эко-тематики. Она мне супер близка. Это история про то, как ребята приучали зеток не выбрасывать жвачки просто куда-то. Они устанавливали в хайповых местах типа флакона, ПГ, музеона, специальные урны и коллабились с классными ребятами и создавали кроссовки, которые на 43% состояли из переработанной жвачки. И это дико круто, потому что таких кейсов в российском маркетинге на самом деле не очень много, но когда ты о них слышишь, когда ты понимаешь, что на разработку такого кейса ушло полтора года, но люди не опускали руки в процессе, а довели это до конца, фишка этого кейса, что ребята не вложили ни копейки в продвижение. Вообще ноль. То есть все, что все цифры, которые вы видите, это чистая органика. И это круто, потому что мало кто из брендов вообще обладает характером, чтобы дойти до конца, ну и дать такой опыт потребителю. Поэтому это классно. В прошлом году этот кейс разорвал все рекламные фестивали. Это реально было очень хорошо, очень красиво и, мне кажется, очень достойно. И один из моих любимых кейсов — это живые книги IKEA, когда они воссоздали истории по мотивам каких-то очень известных изданий. Там не было, конечно, истории с искусствоведами и с каким-то артом в чистом виде, но мне кажется, что это арт-маркетинг, а иначе никак. Потому что они в целом показали там тем же зеткам или миллениалам, которые, как мы любим говорить, они диджитал продвинуты, они велнос, они супер заняты, они активны, они там и работают, и учатся, там занимаются фитнесом. Но при этом мы там забываем какие-то объективные, очень простые, но такие очень классные, вдохновляющие, понятные вещи. И мне кажется, что такие бренды, как IKEA, показывают нам ценность в чем-то простом, в том просто, на что мы не обращаем внимания. Это тоже очень потрясающий кейс. Очень мне нравится. Вообще IKEA делала много крутых штук раньше в маркетинге. Может быть, когда-нибудь вернется к нам снова. И хочется задать такой вопрос. На самом деле кейсов очень много. Ну вот мы с Дашей недавно столкнулись лично и с Аней, с нашей потрясающей пиар-дивой, с такой интересной историей. У нас был клиент Global Village Selection, который пришел к нам и говорит, мы хотим сделать что-то крутое. Мы хотим сделать не просто компанию, мы хотим, чтобы компонентом этой компании было какой-то арт-маркетинг. Мы такие сели, Аня говорит, есть потрясающая Даша, сейчас мы приедем. Мы сели, поштормили и придумали потрясающую историю про то, что фактически для нас, сейчас для жителей центральных регионов, обычный ужин дома – это своего рода искусство, потому что мы выбираем, какую посуду поставить на стол, какую салфетку мы положим, не знаю, какие цветы, какая-то будет атмосфера, что будет на фоне, какая будет музыка. И фактически мы подумали, что сервировка – это и есть какой-то кусочек нашего искусства, и фактически с нашим брендом каждый может к этому искусству прикоснуться. Мы придумали, какие могут быть площадки, какие есть потрясающие художники, какие потрясающие инсталляции они сделают. Мы хотели сделать поп-ап пространство однодневное, после этого сделать классную фотосессию, повесить это все, чтобы люди приходили, пили просека, вдохновлялись. И знаете, бренд это купил. И он такой, вау, я хочу, об этом будут говорить, мы туда позовем кучу людей, наших друзей бренда, каких-то селебрити. И мы столкнулись с тем, что это надо через неделю. Но это так не работает. Если вы хотите что-то классное, что-то крутое, надо понимать, что на это нужно время. Надя смеется, потому что, к сожалению, да, это реалии. Это реалии российского маркетинга. Когда у тебя приходит клиент и говорит, я хочу что-то разорвить у меня, мое сознание, мое восприятие. Это такое, да, конечно. И потом говорят, ну, через 10 дней мы вот уже все, все инсталляции должны стоять. Люди уже должны пить просека, селебрити должны уже тут все фотографировать, в моменте пилить сториз. Мы должны через 2 недели уже акт о закрывашках подписать. Компания должна быть закончена. И готов ли российский маркетинг и бренды к тому, чтобы делать что-то крутое? Да, но пока еще не все, наверное, адаптировались к реалиям, что на это нужно время. Чуть больше, чем мы привыкли. И вот те кейсы, которые есть, их на самом деле не так мало, показывают и клиентам, и нам, что надо пробовать, надо качать это направление, надо создавать искусство вокруг нас и вдохновляться этим. Постаралась как-то очень емко, тезисно, немножко. За 15 минут даже уложила. Также у нее было 30, поэтому придется еще 15 забивать вопросами. Друзья, у меня уже есть вопрос, но все-таки хочется услышать что-то из зала. У вас сейчас есть абсолютно уникальная возможность посоветоваться, рассказать какую-то свою историю, спросить просто любой вопрос, который вас интересует в плане digital маркетинга. Поэтому не теряйте такую возможность, пока я додумываю вторую часть своего вопроса. Давайте, помогите мне. Можете поднимать руки, я пронесу микрофон. Нет вопросов, я первый спикер, всегда это грустно. Можете еще раз повторить название компании? Progression Group. Очень интересно. Я, честно, не слышала про арт-маркетинг, хотя выступаю со стороны арта, и я за коллаборацию бизнеса и художников, а мы работаем с уличными художниками и всячески делаем коллаборации уже с ними. И на самом деле вопроса нет, но интересно послушать, может, еще какие-то кейсы, потому что это дико интересно. Я прям даже не ожидала. Есть ли вы сможете рассказать что-то еще? Да, на самом деле, вот буквально недавно. Особенно с художниками, если что-то есть. С художниками. На самом деле, мне кажется, что вот так прям сходу сейчас выдать что-то с художниками я не смогу, но проходит фестиваль маркетинговый, вот буквально недавно закончилась «Серебряный Меркурий». Не могу сказать, может, только мое субъективное мнение, что это какой-то типа Каны, но это около что-то российское значимое, там подаются интересные ребята, и там есть отдельные номинации, которые про потребительский опыт, про интересные коллаборации, и чаще всего мы вдохновляемся вообще, ну, когда там подаем наш кейс, когда что-то защищаем, когда смотрим, и на самом деле, если вам вот действительно интересно посмотреть, я бы прям пошла по фестивалям, потому что после того, как они ежегодно заканчиваются, они в открытом доступе выкладывают все кейсы, которые есть, то есть у них прямо на сайте есть отдельные градации под те номинации, которые они заявляют, и у нас есть потрясающие стратегии, и в целом мы очень часто делаем для себя такое ревью, для того, чтобы понимать вообще, куда движется это направление, для того, чтобы понимать в целом, какие тренды есть, потому что следить за всем сразу невозможно. Поэтому интересно насчет уличных художников, потому что буквально недавно с коллегами обсуждали вообще юристов, это всегда очень интересная штука, потому что креатив приносит всегда какое-то сумасшествие, потом приходим к нашим юристам, они говорят, что все нельзя, все плохо, тут нельзя, тут есть серая зона и вот это, поэтому интересно на самом деле послушать с точки зрения авторского права, как это происходит именно в плане стрит-арта, потому что это где-то на улице, очевидно, либо где-то в пространстве, вот тут всегда возникает вопрос, как быть, потому что как только появляется какой-то коммерческий бренд, который в это инвестирует, возникает сразу очень много аспектов, которые подлежат юридическому контролю, и тут много вопросов. Ну, с этой стороны у нас есть много ответов, но почему мы работаем с уличными, потому что уличные могут реализовывать, они более, наверное, сильны в реализации на любых поверхностях, поэтому в этом плане тут мы не только на стенах рисуем, но там и вот мы с легендами Байкала тоже коллаборировались, сделали инсталляции, вот, и я просто в основном смотрю на иностранный опыт, и очень много кейсов, ну, я про уличных художников, безумное количество кейсов с иностранными художниками, и алкоголь особенно любит коллаборироваться, кроссовки, это все. У него другого варианта, потому что нет, ну, особенно сейчас, то есть алкоголь привлекает к себе внимание, это же дарк маркет, он, если не привлечет к себе образом, ну, таким образом внимания, у него фактически очень завязаны руки, то есть еще два года назад мы могли там о чем-то подумать, да, найти там какие-то еще инфоповоды, то сейчас, после потрясающего нового закона о рекламе, мы понимаем, что как бы нет, это либо коллаборации или какие-то шумные ивенты, ну, либо ничего, а как бы трейдом сыт не будешь, поэтому, конечно, они придумывают что-то еще. Ну, там, конечно, на уровне зашкаливает уже в плане, была создана машина с уличным художником гоночная, он сделал им шлемы, он сделал им экипировку, все там, вот, очень интересно, спасибо большое, просто. Вам тоже спасибо большое за вопрос. Женя, спасибо большое за твое выступление, очень было интересно. У меня вот есть вопрос, вот на примере проекта The Global Village Selection, когда там и тайминги, и не могли как-то состыковаться, как найти вот эту золотую середину, чтобы было и художественное высказывание, чтобы художникам, например, было интересно, клиентам, и при этом были хорошие маркетинговые показатели, чтобы не только был чисто маркетинговый проект, и не только художественный. Вот как балансировать? Мне кажется, это история про клиентов не только, ну, это исключительно мое мнение на реалиях того бизнеса, в котором я работаю. Мне кажется, что, к сожалению, невозможно это сделать с новым клиентом структуру, которого ты пока не понимаешь по процессам, но это более чем реально, там, с текущими клиентами, с которыми ты работаешь не первый год, которые готовы пробовать что-то новое, поэтому мой вопрос, ну, ответ просто заключается в том, что надо пробовать и реализовывать это с теми клиентами, которых ты чувствуешь, чувствуешь уже как себя, понимаешь все их процессы, для того, чтобы отработать это как машину и потом уже переносить на каких-то новых клиентов, на какие-то там, может быть, тендерные процессы, да, потому что вот так сходу с новым клиентом, это суперсложный, в основном, текейс, который я сегодня показывала, эта история не про один год сотрудничества и не про первую компанию, которая была запущена с этими брендами. Спасибо. Так, вопрос издалека. Издалека. Нет, нет, там микрофон-трансляция, простите, пожалуйста. Да, ну вот у меня первый вопрос, ну, во-первых, Женя, спасибо тебе за презентацию, вот ты уже затронула эту тему, у меня тоже сейчас такое ощущение, то, что из-за того, что все постоянно запрещают, непонятно, через что продвигаться, и вот может быть, ну, ты как человек вот с таким большим опытом и с большим количеством кейсов, вот как ты думаешь, какие сейчас тренды есть вот именно на локальном рынке, как лучше рассказывать о себе, когда так много возможностей вообще закрыто, и когда, например, в Инстаграме очень сильно падают охваты, как будто бы непонятно, через что продвигать теперь себя. На самом деле ушел Google, Facebook, ну, не так все критично, как могло бы показаться, но другое восприятие контента, возможно, да, там новые законы, но мне кажется, менталитет российского потребителя это ко всему приспосабливаться, нам нужно лишь время, и мы поймем, как с этим работать. Но это действительно так работает во всем, но типа мы уже понимаем, как работать с новым законом, мы уже понимаем, там, куда движется, плюс-минус, какие направления. Мы раньше думали, что типа только креатив, а сейчас таки, ну и перформанс, да и в Якоме тоже можно что-то прикольное сделать. Это просто адаптация, как бы всему свое время, и мне кажется, что не нужно драматизировать, надо просто чуть-чуть в этом повариться и понять, как это все миксовать между собой. Поэтому с точки зрения трендов, мы, наверное, не зря сегодня здесь собрались, ключевой тренд – это как выделиться, за счет чего выделиться, и сейчас объективно освободилась ниша, большая ниша, в плане там и полки, там в оффлайн трейдей, в Якоме. И из-за того, что она освободилась, ключевой вопрос у всех брендов, как сделать так, чтобы именно они заняли большую долю того, что освободилось. Поэтому возникают какие-то новые направления, там больше арт-маркетинга, коллаборации. Кто-то вообще считает, что нужно сейчас там только инвестировать в Яком, почему так растет Озон, почему так появляется такое большое количество дарксторов, там типа лавки, самокатов и прочее. Глобальный тренд сейчас это не делать какой-то большой маркетинг, как это раньше было у Кока-Колы или Пепси, как мне кажется, а это концентрироваться на приоритетных задачах, которые есть у локальных бизнесов. Но это не значит, что через год, два, три мы не будем снова делать крутой большой маркетинг. Просто сейчас такое время, сейчас такие реалии, сейчас поработаем так, потом вернемся к чему-то большому и масштабному. Спасибо большое. А можно вот эти вот термины всякие тоже пообъяснять? Я все-таки новичок, в аркетинге, знаете, у меня это так интуитивно происходит из-за того, что приходится галереей руководить. Что тут такое перформанс? Перформанс – это то, ну то, что перформанс. Это не просто мы тебе что-то показали, классный ролик или прочее, а мы тебе говорим, Даша, ты посмотрела, а теперь иди купи, пожалуйста. Вот сейчас прям купи, не потом просто, когда ты захочешь, а сейчас. А что купить надо? А вот что хочешь? Все клиенты, понимаешь, приходят и говорят, мы хотим, чтобы нас запомнили, но сразу купили, купите, сразу нас купите. Раньше такого не было, раньше мы тебе три года говорили, мы классные, мы это можем, посмотри, какой контент, здесь мы тоже. И ты через три года сама принимала решение это купить. Сейчас нет времени ждать, нужно покупать сразу. Интересная это и очень идея. У меня два вопроса тогда, один, с которым я вот хотела задать сначала. И вот если такая разница, раньше это был какой-то отложенный покупательская способность, а сейчас это увидел и купил, пришел, увидел, победил, есть ли какие-то определенные, ну вот трюки, так скажем, да, какие-то, так скажем, определенные советы, может быть, не знаю, маркетологам, да, за счет чего это добиться? Именно decision making, да, чтобы они приняли вот это решение здесь и сейчас. Это медиа-стратегия за счет правильно выбранных каналов присутствия. Ну то есть если мы раньше говорили про имидж, да, про ролики, про какие-то там коллаборации сейчас для клиентов, которые к нам приходят и говорят, мы хотим, чтобы нас купили, но очевидно это, ну, совсем другая коммуникация, совсем другие каналы присутствия. Это не классный имиджевый формат, это то, что работает, пусть маленькое, но с частотой 10 раз, которую вы увидите, ну и в конечном счете поймете, что у полки вы примете решение в сторону этого продукта просто потому, что мы на протяжении двух недель вкладывали вам в голову, что мы вкуснее, у нас там больше range sky, еще что-то, но я, наверное, тут не открою какую-то Америку, это просто качественная медиа-стратегия, хорошие аналитики, которые смогут мейчить те показатели, которые вы там достигаете в диджитале, потому что я в первую очередь про диджитал, я, к сожалению, не эксперт в 3D, и аналитики, которые смогут сразу сопоставлять это с продажами и понимать, что работает, что нет. Вот, как-то так. Спасибо. И вопрос по поводу рекламы Dirol, очень интересная, осознанное потребление, так скажем, и вообще устойчивость развития, эко-повестка, социальная, этические какие-то нормы. Часто ли бренды, если какая-то тенденция, что в России, например, бренды стали чаще к этому обращаться, или насколько это ценностно, как ценностный ориентир в рекламе? Зависит от целевой аудитории, на которую направлен продукт. То есть я бы ответила так. Если мы понимаем, что это для целевой аудитории условных центральных регионов Москва-Питера, это там core 18-35 с определенными там жизненными ценностями, да, это актуально. Определенно это та повестка, которая привлечет внимание, и это, возможно, тот фактор, который повлияет на принятие решения по итогу. Если мы говорим про бренды, у которых целевая аудитория может быть больше средоточена в регионах, более традиционная по восприятию, ответ нет, это особо ничего для них не значит. Поэтому тут… То есть для молодого поколения, да, больше… Более молодого… Ну, я бы сказала, Z-миллениалы, и, конечно, это такие очень проактивные ребята с определенным восприятием, с определенными ценностями. Если ваш бренд такой, то стоит об этом задуматься. Может быть, даже какая-то коллаборация типа с собиратором, как раньше делала Неспрессо, это очень классная история была. Мне кажется, она работала. Ну, по крайней мере, я, человек, который раньше особо на это не обращал внимания, когда Неспрессо мне сказал о том, что может приехать курьер, забрать мои капсулы. Так я думаю, господи, я даже ничего делать не должна, они сами все сделают. Я просто молодец, я эко-френдли, и это круто. Хорошо, спасибо большое. Я заберу, Друзья, мне кажется, это будет последний вопрос, потому что время у нас подходит к следующему сприкеру. Если есть последний вопрос. Да, выходите к нам, давайте выходить к нам. А пока я скажу, раз тут так много собралось маркетологов, раз так много людей, которые желают поколлаборироваться с современным искусством, все приходите ко мне в ХС и Арт Гэллери, сделаем любой коллаб. Найти, девочка. Может быть, не за неделю, но за две точно сделаем. В общем, Дарья Кузнецова, пишите. Надо контакт этого было вывести сюда, QR-код. Всем привет, добрый вечер. Пришла чуть позже, поняла, что тут были классные кейсы, обязательно потом посмотрю. Я, наверное, задам вопрос по своему направлению. Я занимаюсь B2B-пиаром в сфере искусства, культуры в МТС Live. Сейчас как раз работаю над стратегией и выбором каналов и всего такого разнообразного. У вас, как я понимаю, очень большой опыт и маркетинговой, и маркетинговой коммуникации, поэтому, может быть, у вас есть какие-то кейсы, или вы слышали классные примеры, или, может быть, чувствуете рынок, так как уже в опыте вот за последний год все равно поменялся рынок и все остальное. Какие, ну, как я понимаю, например, наверное, Telegram больше площадка для B2B, скорее сегменты. Вот, может быть, у вас есть какие-то… Какие у вас задачи? Задачи выстроить коммуникации с несколькими сегментами моей аудитории и лояльность формировать за счет коммуникации. СРМ-ка вы как-то собираете потом эту аудиторию куда-то? Да, ну, я работаю в пиаре, но вот помогаю отделу, который, ну, менеджеров, продажников, грубо говоря, они собирают. Вот, а у меня глобально больше пиар задачи, как бы я не менеджер по продажам, вот, я им больше помогаю вот с инструментами, там, например, текстами или… Вот, ну и плюс там разные дополнительные каналы сейчас продумываю, ищу, ну, новые, которые можно им в том числе будут помогать. Ну, там, например, тот же телеграм-канал для наших партнеров, организаторов, с которыми мы работаем. Вот, либо там не нужен он, и там есть уже каналы, существующие уже много, и просто мы там к ним интегрируемся. Вот, в общем, сейчас на этапе такого стратегически, системного продумывания, как будет лучше. Поэтому, может быть, у вас какие-то есть, ну, может быть, примеры или кейсы вы слышали, что работает в B2B-пиаре. Буду очень благодарна. Я могу сейчас просто сказать свое мнение по телеграму и что задействуем мы, потому что для того, чтобы понять, что подходит, надо по челленджить по вопросам, чтобы проследить это все. Да. Ну, позадавать вопросы надо. Да, да. А на самом деле телеграм, мне кажется, у него очень классное будущее будет. Нет, сейчас это все круто, просто внутри инструментов почти нет. Ну, то есть они дают очень узкий круг возможностей, и те новые инструменты, которые они добавляют, они ограничены по восприятию пользователя. Ну, то есть понять что-то из сообщения в 48 символов, ну, это, наверное, не то, к чему мы готовы, учитывая, что мы тут все говорим, что мы устали от рекламного контента, от баннеров, когда мы видим этот крошный текст, где нам в 50 символов говорят, а еще кликни, куда ты перейди, на что-то подпишись, ну, нет. Поэтому, наверное, телеграм как какой-то имиджевый компонент, да, а телеграм как то, что принесет, типа, пополнение в CRM-ке, нет. Поэтому тут точно должно быть какое-то сочетание, наверное, имиджа и классическая история, которая работает, типа, там, Яндекса, потому что Google нам недоступен, но, то есть стратегия должна быть многоступенчатой, потому что, очевидно, вам надо провести пользователя от момента, когда там он узнал, до момента, когда он там к вам куда-то вступил. Вот, поэтому это точно должно быть что-то многосоставное. Но я могу обменяться с вами контактами и, возможно, поговорить об этом, если будет интересно. Да, было бы здорово. Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле прикольно, что все задавали вопросы. Я думала, будут такие все же грустные в конце сегодня. Спасибо большое. Замечательное начало, классный спикер. Но мы переходим дальше, и все остальные спикеры собираются уже, я вижу, там, на местах отличников в самом конце. Следующий наш спикер это Татьяна Хондру, и она будет рассказывать про положительное влияние искусства на коллектив свой, потому что она является председателем правления Ренессансбанков, в котором мы недавно, мы, я сейчас говорю про мою галерею, да-да, продолжаем нашу рекламу, сделали очень классный коллаборационный такой поп-ап проект, и, в общем, возможно, мы эту тему сегодня тоже затронем. Вы новую презентацию поставили? Отлично. Так, в WhatsApp у меня новая была. Можем? Сейчас проверим. Всем добрый день. Знаете, я очень люблю задавать вопросы, и вот я хотела бы начать свою презентацию с вопроса «Зачем все это?» Знаете, в принципе, ну вот он не очень работает. Нет. А вот она правильно нажимает? А, все. Да, и так «Зачем все это?» Вы знаете, я вообще очень любознательная, даже не знаю, как это все так получилось, но как-то оно так. Может быть, потому что мама меня так воспитала, потому что каждый раз, когда я говорила, что я не могу что-то решить, она говорила, но не может быть так, что у задачки нет решения. Посмотри на это с другой стороны. А может, потому что я училась в математической школе, и учительница нас все время заряжала на то, чтобы найти самое интересное решение задачи, или самое короткое, или самое элегантное. И именно так ставилась задача. Сегодня ищем самый элегантный способ решения. А может, потому что я училась в художественной школе, и, в общем-то, там нас учат видеть невидимое или создавать несозданное. В общем, конечно, звучит немножко странно, наверное, немножко попахивает биполярочкой, но вот оно как-то так. Если на эту тему порассуждать, то, может быть, все состоит в создании условий. То есть это атмосфера, люди, события, задачи, которые перед нами стоят. И именно они могут развивать творчество и помогать нам достигать целей. Именно вот последние две вещи, знаете, специально здесь их посвятила розовым, они иногда у нас, наша современная речь в последнее время ассоциируется больше с креативом. То есть мы творчество называем креативом. И нам кажется, что это синонимы. Но может быть, это вовсе не синонимы, может, это схожие по смыслу, но все-таки разные вещи. И знаете, как человек все-таки больше математически, не лингвистически, я за помощью залезла в Google. Потому что немножко как это с трактовкой вещей я могу быть неточной. Поэтому я все-таки посмотрела. И вот лингвистическое, более четкое определение творчества звучит примерно так. Оно немножко разное у всех, но смысл одинаковый. Творчество – создание нового продукта, вырастающего из уникальности человека. То есть творцы – это некоторые уникальные люди, которые создают что-то, что до этого не было, но сегодня не существовало. Что-то совершенно, абсолютно ассоциируемое с его идентичностью, то, как он видит мир, то, что он хочет принести в этот мир. И вот у нас достаточно известные вам творцы Стив Джобс, Илон Маск, которые создавали что-то, что до этого не существовало. А Илон Маск, например, может это создавать еще в разных индустриях. То есть хотите ракету запустить в космос? Пожалуйста. Хочу создать машину, которой раньше не было, о которой даже никто не думал, что такая может быть? Да, пожалуйста. Или Татьяна Хмедгалиева, это наша известная художница, которая может творить и привносить свои мысли, свое видение в мир на совершенно разных медиа. То есть она работает как в диджитал-арт, так и в графике, так и в живописи. Она даже создает объекты в метавселенной. Таким образом она тоже создает продукты, которые в некотором смысле уникальны. Знаете, я как бизнес-лидер все время, конечно, заточена на то, чтобы найти вот таких творцов, талантливейших людей, которые могли бы нашу организацию, я работаю в Ренессанс Банке, привести в какой-то, ну, совершенно новый уровень, сделать нас какими-то уникальными, необычными, чтобы мы вдруг стали не просто банком, а каким-то другим, каким-то совершенно, даже каким. В общем, я размышляю, размышляю, даже не могу сформулировать каким, потому что я не творец. И это нормально. Я как бы осознаю, что я не творец, и это хорошо, что я осознаю. Да и дальше я себе говорю, ну, хорошо, ну, тогда мы думаем о креативных людях. И кто они такие, эти креативные люди? И что это значит? Креативность. Вот креативность, говорят лингвисты, это способность видеть вещи в новом и необычном свете и находить оригинальное решение. То есть, может быть, эти люди не творцы, и как мы понимаем, не страшно, но эти люди помогают менять совокупно мир к лучшему. Значит, они те, кто нам нужны. У них есть определенные способности. То есть, они принимают вещи, которые вот фиксированы, знаете, как аксиома. Вот есть сложившийся какой-то порядок вещей или событий. Они всегда готовы это зачелленджить. Скорректируй меня, это слово. Ты до этого корректировал спикера. Они не принимают, вот вещи за данность не смотрят шаблонно. Они те самые оголтелые, неугомонные, которые готовы к тебе подбежать и сказать, да блин, ну почему вы все делаете, потому что так заведено. Давайте по-другому. Так же быстрее, так же лучше, так же дешевле. Они те самые люди, которые абсолютно нетерпимы к тому, чтобы зря тратить время, свое, чужое или ресурсы. Они открыты к миру, чтобы продвигать крутые идеи, самореализовываться. Для них очень важна атмосфера, потому что именно в атмосфере, в которой они могут самореализовываться, они могут продвигать и самые крутые идеи. И если как бы подумать, то каждый, каждый руководитель, который хочет создать классный бизнес, достичь каких-то успехов, создать организацию, в которой люди гордились бы, сделать что-то новое для клиентов, они ищут тех самых людей, которые невозможные могут сделать возможным. И если мы посмотрим, а что они могут сделать? Креативные люди в принципе могут очень много. Они из кусочков кода, написанных в разных местах, могут что-то добавить, убавить и создать новый продукт в приложении, запилить какую-то новую фичу на русском языке сервис и сделать это более удобным для клиента. Как, например, художница Саша Замураева из этих вот лоскутков, платков сделала такой прекрасный арт-объект. Они могут сделать путь клиента, например, в приложении или где-то даже в оффлайне в игровом формате, что создаст дополнительную эмоцию для клиента, и, соответственно, клиент будет более лояльным к организации. Здесь я привожу пример работы Саши Параил, которая называется 1, 2, 3, 4, 5. Смотрите, какая на самом деле юмористическая интерпретация классиков. Ну, я не знаю, играли ли вы в классике. Я в детстве играла в классике, и ты так прыгаешь. И вот, представляете, у вас такое лежит на дорожке, которая ведет к принтеру. И ваш рутинный процесс подойти к принтеру, взять презентацию или отчет, который вы делаете достаточно часто в офисе, став голубым, белым, неважно каким, воротничком, но сейчас ты больше, наверное, худе, чем воротничок. И ты вот этот рутинный процесс делаешь часто, а тут у тебя лежит вот такая вот дорожка. А при том еще на самом деле дополнительная креативная идея, что она представлена в виде клавиатуры. То есть она, вот как бы вот эта вещь, она вызывает у тебя улыбку, в некотором смысле тебя возвращает в детство. То есть креативные люди в принципе могут много, и, блин, они нужны всем. Соответственно, задача руководителей как пытаться искать их везде. Соответственно, я их ищу на хакатонах, мы делаем различные проекты с университетами. Понятно, мы работаем с хэдхантерами, мы спрашиваем всех вокруг, вот мне нужно решить такую задачу, а где найти такого вот классного человека. Ты ходишь на конференции, ну и т.п. и т.д. Но это процесс долгий, потому что ты хочешь повысить градус, то есть вот процент этих креативных людей в твоей организации. И ты думаешь, ну окей, хорошо, может быть, есть какой-то другой параллельный путь, как растить этот креатив. Возможно, его нужно просто пробудить, потому что мы понимаем, что креатив это в некотором смысле любознательность, это желание учиться и познавать новое. Мы не забываем о нашем ДНК, в общем-то, эволюционно. Человек почти одно из единственных существ, которые в нем эволюционно заложено желание учиться, потому что мы должны выживать, соответственно, мы должны становиться лучше, поэтому мы это и делаем. Думая обо всем этом, соответственно, я в какой-то момент как любитель искусства начала разговаривать с галеристами, потому что я думаю, наверное, нужно что-то найти на стыке сопряженных индустрий. То есть мы все бегаем, например, на конференции, ищем людей, которые, ну, такие же, как мы. Ну, вот мне нужно найти классного спеца в банковской индустрии. Ну, окей, типа я ищу на бизнес-конференциях, я ищу их в сопряженных индустриях, например, в IT, потому что банки сейчас это IT-индустрии. Соответственно, мы их ищем на IT-конференциях, хакатоны, и т.п., и т.д., как я уже сказала. Но это все, знаете, не кроссопыление. Я подумала, а нам нужно, наверное, найти что-то такое, вот когда мы можем сделать кроссопыление наших сотрудников через творчество людей, которые совершенно по-другому смотрят на мир. И, может быть, здесь откроются какие-то новые горизонты. В общем, с этой мыслью я начала бегать по галеристам, которых я знала, и одна из галеристов мне говорит, Таня, тебе надо к Даше. Я прибежала к Даше. Даша оказалась на самом деле соседкой, ну, то есть галерея HSC Gallery. Это наши соседи, мы сидим рядом, и так как у Даши не было QR-кода, у меня будет в конце адрес, и в соседнем здании, если вы дойдете до нас, то я вас доведу до Даши. Соответственно, я прибежала ознакомиться к Даше и озвучила идею. Сказала, Даша, я очень хочу вырастить креатив в моей команде. Даша, как человек, в общем-то, открытый миру и готова всегда продвигать искусство, она просто видит свои миссии продвижения искусства и творчества в мир, очень откликнулась на эту идею. Соответственно, дальше пошли рабочие моменты, Даша сказала, мне нужно прийти с какой-то концепцией, очень клево. И через какое-то время Даша познакомила, здрасте, у нас почему-то здесь не было концепции, там она так красиво была написана. Даша познакомила нас с концепцией. Очень хотела вам показать такой красивый как бы вординг, но смысл состоял в том, что хочется сделать историю, которая будет говорить про взаимодействие в офисе. И это как раз была моя цель. Вы скажете, ну взаимодействие, вроде концепция выставки про взаимодействие, это, в общем-то, что здесь с креативом, да, но креатив, как вы помните, он же рождается из атмосферы, задач, людей, событий. То есть, создав эту атмосферу, мы можем тоже подтолкнуть чуть-чуть к креативу. Соответственно, концепция была создана, Дарья с командой очень много работали, и вот мы буквально недавно, 6 июня, открыли выставку. Она называется таким очень, я бы сказала, у нее такое очень тонкое название Office of Gentle Thirds and Playful Actions. Мы пытались это перевести на русский язык, но так как английский немного более descriptive, то русский выходил немножко смешно и чуть-чуть коряво, поэтому мы оставили это английское название. и я бы хотела поделиться с вами теми впечатлениями, которые произвела выставка на сотрудников. Честно говоря, перед тем, как мы открывали выставку, команда, которая над этим трудилась, соответственно, это непосредственно команда HSC Gallery и команда Renaissance Bank, она очень переживала по поводу того, как будет воспринята выставка, потому что часто люди говорят современное искусство, актуальное искусство, оно такое непонятно, оно слишком концептуальное, как бы непонятно, что хочет сказать художник, слишком это все как-то заумно и так далее, и так далее, но, знаете, это пошло просто на ура, получилось реально очень и очень круто. И вот как это выглядит, соответственно, это вход, объяснение выставки, концепции, что мы хотим сказать, и дальше фотографии, каким образом выставка была открыта, соответственно, мы с Дашей, наши сотрудники, изучение, и интересно было замечать, что те, кто может быть немножко дальше от искусства, чем, например, я персонально, с каким интересом они вдруг понимали, что искусство это не обязательно только живопись или графика, оно может быть на других медиа, оно может быть интерактивным. Ты видел реально неподдельный интерес в глазах, люди фоткали, и что меня особенно порадовало, честно говоря, вечером 6-го, когда открылась выставка, я зашла в инстаграм, я увидела посты с нашей выставки. То есть люди хотели делиться, что вот у нас вот такое происходит в офисе. Не знаю, может они боялись, что это долго не продлится, на самом деле у нас выставка до октября, а потом начнется другая. Но это жутко приятно. А вот эта фотография вообще просто меня так радует. Посмотрите, с искусством можно играть. Разве это не клево одеть такую голову себе на голову? Ну, класс, да? Ну и дальше тоже несколько очень интересных выставок, фотографий, извините, которые говорят об удовольствии, которые испытали люди. То есть мы принесли в офис не только радость, но мы возбудили, разбудили интерес. А следующий этап это растить креатив. Вот зачем все это. Зачем искусство вокруг нашей жизни? Оно может решать разные проблемы, не только приносить удовольствие, а может раздвигать горизонты, помогать нам вдруг задуматься о вещах с другой стороны. Я с большим удовольствием приглашаю вас в гости на нашу выставку. До конца июля у нас выставка открыта только для наших сотрудников, друзей и родственников, сотрудников, а с августа мы открываем ее для внешнего мира, потому что мы считаем, что работы молодых, талантливых художников нужно показывать миру, нельзя их только держать при себе. Поэтому, соответственно, двери нашего офиса будут открыты, и мы приглашаем вас всех. Адрес записали, Даша рядом. Коллеги, какие-то вопросы, может быть, похвала, может быть, удивление, наслаждение, эмоции. Татьяна, спасибо большое за ваше выступление. Это на самом деле потрясающий проект. Даша мне рассказывала о нем еще до того, как он свершился, и я, конечно, тоже об этом рассказывала нашему руководству, в нашем офисе. Нашему руководству это кто? Ну вот Евгения, который выступал до нас, мы вот в одной компании работаем, прогрессингрупп, рекламное агентство. Ну, в общем, да, это такая инициатива, которая вызывает восхищение. Спасибо. Мне кажется, нужно поддерживать. А в целом вообще, как вот ваши сотрудники отреагировали? Ну, понятно, что они там фоткали, им все нравилось, но в целом они остались довольны. Да, в целом, смотрите, я сама очень переживала, потому что понятно, что я немножко боюсь, что я немножко… Предвзято такое. Да, то есть, ну, типа, я как человек, который очень любит искусство, да, как бы, причем у меня нету вот это страшно, это не страшно или еще что-то, да, как бы, я боялась, что люди как раз, ну, так же, как и команда, да, как-то не будут это воспринимать, скажут, ну, что это или еще что-то, но реально ко мне, помню, подошла женщина, ну, то есть у нас разные работают, люди, да, как бы молодые, средние, постаршие, сказал, Тань, ну, реально, прям вот, вот что-то вообще, ну, вот, вот, вот такие междометия, это когда вот эмоции, ну, достаточно высокие, и люди просто вот прямо круто, прямо классно, тут прикольно, ну, и так далее, то есть, и вот у нас прошло почти две недели, и я вижу, как люди все равно курсируют по офису, опять подходят, смотрят, опять там что-то фотографируют, к нам приходят гости, когда, ну, гости, то есть на партнеры, еще что-то, они сразу берут подмышку, и с гордостью показывают, что вот, а у нас теперь вот такое есть, и даже что-то там рассказывают, но на самом деле очень клевое впечатление, то есть я немножко боялась, что это будет, ну, как бы первый день, такой как бы ивент, ну, типа вот что-то новое в офисе, но на самом деле это продолжающаяся история. А потом, ко всему прочему, кроме как бы самой выставки, то, что мы хотели это сделать немножко как бы шире, у нас был перформанс, и будет, да, у нас мастер-классы, арт-лекции, да, воркшопы, то есть это, в принципе, целая программа, просто, наверное, выставка, может быть, немножко более как бы самый яркий из нее ивент, но это целая такая как бы программа. До конца октября, потом у нас будет смена выставки. Очень крутой опыт, возможно, что-то тоже интегрировать. Мне интересно, каким образом вы будете мерить, насколько это было успешно, по количеству какого-то контента или по количеству, не знаю, креативных идей, которые будет выдавать команда. Как поймете, что действительно это сработало? Да, вот просто это очень интересно, потому что самое сложное внутри команд, корпораций и каких-то больших брендов это продать, это все померять эффективность, если вы не самый главный человек в компании, который просто сказал, так будет и никак иначе. Да, чуть-чуть повезло, да, с последним пунктом, а просто, знаете, ну, тебе все равно нужно это, как это, продать. Не люблю это слово, да, как бы продавать людям, то есть тебе их надо, не надо заразить. Наверное, числовых значений у меня нет, скажу точно, потому что это же больше развитие культуры. Да, культура не в культурологическом смысле, а корпоративной культуры в плане осознания людей, что вот даже сам такой, как бы, очень простой пример, что, ну, не знаю, какая-нибудь резьба, предмет, piece of art, сделанная резьбой по дереву, хорошо, наверное, резьба по дереву, всем понятно, ну, я не знаю, что-то на, как бы, железе, или видеоарт, для них, то, что у нас есть в экспозиции, там, видеоарт, для многих было чем-то новым. Люди воспринимают какие-то вещи, вот именно, что, ну, как бы, это же делается таким способом, это начинает просто немножко шевелить извилины, то есть ты им, то есть они вдруг видят, что, как бы, а такую же вещь можно сделать по-другому, а можно сделать из чего-то, но это просто вот, чтобы у тебя левая полушария немножко с правым начала больше дружить, это, как бы, про это. Я, я потом буду считать. На самом деле, я знаю, как мы будем считать это все, потому что, специально для того, чтобы вот это было не просто каким-то одночасным по-проектам, да, не просто выставка, мы разработали программу, которая является такой параллельной программой, и направленно она посвящена тоже коллективным действиям, то есть это будут коллективные перформансы, коллективные мастер-классы, все про взаимодействие. Вот сколько людей придет из офиса, мы будем всех считать, всех будем регистрировать, записывать в книжечку. Все будем записывать, затем, когда она будет доступна с августа для всех, то понятно, что нельзя просто так зайти в офис, в головной банк, там, ну, даже, не знаю, может быть, не в головной, но нельзя просто так с улицы оттуда и зайти. Это будут также регистрации, это будет также, ну, то есть какой-то специальный проход. И если людей это начнет заинтересовывать, они пойдут, то есть они пойдут в банк смотреть выставку. Ну, как бы, что за бред, да, вот, ну, так, если послушать. Но с другой стороны получилось очень круто, она безумно интерактивная, то есть там можно взаимодействовать, там есть специальная карта, по которой ты ищешь эти предметы, артефакты в офисе. И естественным образом, когда мы будем подводить итог этой выставки, чтобы понять, нужно ли вообще сотрудникам этого банка что-то внутри, у нас в виде формате визуального стиля есть кружочки, и они наклеены на этикетки, они номера обозначают на карте, чтобы можно было найти. Так вот, мы потом раздадим всем эти кружочки и будем выбирать работу, которая останется, ну, которую потом купят, в общем, в офисе, и мы поймем, сколько человек участвовал вообще и насколько им это было важно остаться с этим искусством вместе и чтобы оно осталось навсегда в этом пространстве. Но у нас есть уже несколько фаворитов, да, фаворитов есть уже несколько. Вот эти я позвала, и чтобы она поучаствовала в паблик-токе, понимаете, я это просила, умоляла, стояла на коленях, думала, какая классная, что рекомендовали, а она душные вопросы задает, ну, попробуй. Насколько я знаю, очень много банки делают как раз вот этой арт-истории для своего VAC-сегмента, для Альфа. VIP, да? Ну, сейчас мы просто фэшн называем это VAC, именно потому, что это клиент, не people, не персоны. И в целом, есть ли у вас такое тоже направление, то есть не на Блазаре, а на Космоскоу там от, по-моему, Альфа были свои какие-то арт-экскурсии, еще определенные активности. Будете ли вы такое делать? У нас нету правит клиентов, да, мы работаем с розничным клиентом, то есть с другим сегментом. Наша, как бы, ну, и Космоскоу, мы говорим, что это, если мы говорим про коллекционеров, то это тоже такой как бы правит сегмент. Мы здесь, знаете, скорее преследуем цели вот эти экскурсии, они тоже, опять же, проправят клиентов. А наша цель, она не клиенты, это внутренние клиенты, то есть сотрудники. Это сотрудники и на самом деле наши партнеры. То есть мы, мне кажется, нашли такую как бы вин-вин историю, когда мы можем развивать сотрудников, то есть вот именно их креатив, видение другое и дать возможность использовать наше пространство как выставочное и открыть, показать художников миру. Потому это не клиентская история. То есть я из этого, то есть это игра в долгую, из этого мы не приведем новых клиентов, мы не сделаем sales, но мы хотим вырастить тех, которые потом сделают что-то классное для клиентов. Я поняла, это все про корпоративную. Ну и возможно тоже про персепшены придут те клиенты, те компании, для которых искусство это ценность. Может, да. Славусть откроем и кто регистрируется получает карточку сразу и все. Погнали. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Человек с невероятным опытом, работая не только в частных галереях, в дальних больших фестивалях, ивентах, но и даже в самом Мультимедиа-Арт-музее Москва. Целых пять лет там, а это заслуживает уважения. Три. Ну ладно, три. Раз-раз, слышно. Ура, всем привет! Мне сказали, что у меня немного времени, но я постараюсь максимально рассказать о своем опыте, потому что чаще всего и лучше всего запоминаются кейсы, решения этих кейсов. Я помимо Мультимедиа-Арт-музея, которым работала три года, продолжаю делать много разных культурных проектов, специализируюсь в пиаре в области культуры и искусства. И сейчас я расскажу о своих проектах и о кейсе, который я решала буквально не совсем давно, год назад. Так, проекты, которые говорят сами за себя, мне кажется, если... Мне, кстати, очень важно понять, какая аудитория передо мной сейчас. Вы связаны с культурой, искусством, можете поднять руки, если да. Да, супер. Мне кажется, не нужно дополнительно рассказывать, что из себя представляют институции, которые указаны в логотипах. Руарц-фонд, который Марьяна Сардарова открыла 20 лет назад, галерея Гумредлайн, которая существует в одноименном главном магазине страны. Школа Мастерс, проект, который существует 8 лет, открылся в Петербурге и сейчас в октябре месяце появился в Москве. Галерея Астра, галерейный проект, который открыл Алина Крюкова. Музей Арт-4, Игорь Маркин. Винзавод, ЦСИ Винзавод, институция, которая 15 лет существует. Это вот такие яркие, наверное, проекты, с которыми мне посчастливилось поработать. И с многими из них я продолжаю работать сейчас. Ну и главный проект, который мне предстоит постичь, в этом году будет первая история, это ярмарка Космоску. Я прохожу, буду проходить ее впервые в сентябре этого года, поэтому всем и мне пожелаем удачи. Сейчас активная фаза, и, в общем, лето жаркое для нас в прямом смысле слова, потому что летом мы не отдыхаем и готовимся к ярмарке. И эти три дня год кормят, это вот в прямом смысле слова, потому что команда ярмарки, мы ее не распускаем весь год. И придумываем, креативим, делаем классные коллаборации с нашими стратегическими партнерами. И, соответственно, на эти средства и живем. Для чего нужен пиар? Первое — это привлечение аудитории, второе — создание образа и выполнить образовательную роль. Безусловно, мне кажется, не нужно объяснять, да, пояснять, потому что до сих пор пиар выполняет очень значимую функцию. Мы где-то видим, слышим, сарафанное радио, читаем статью, интересуемся. И такой яркий катализатор того, что мы берем и идем. Самый ценный ресурс в Москве или где бы то ни было это время, чтобы потратить свое время и прийти в огромном выборе, особенно в Москве, да, в Москве 1200 театров, несколько десятков галерей, чтобы потратить свое время и прийти. Конечно же, именно на этом мы работаем, и это наш хлеб. Виды пиар. Пиар проекта, пиар институции и персональный пиар. Я в своем опыте, в своей практике сталкивалась со всеми этими видами пиара. Пиар проекта — это чаще всего какая-то история, которая носит небольшой характер, несколько месяцев, например. Вот сейчас у меня есть такой проект. Это биеннале современного искусства «Артмосфера». Все, кто не были еще обязательно советованы, может быть, это мой недочет, и вы еще не увидели это, или просто у вас не хватает времени, чтобы дойти, поэтому я очень советую вам дойти. Это биеннале, которая носит статус международный. В нынешних реалиях это очень крутая история. Мы привезли 19 художников из разных стран, и у нас получилось более 40 объектов, совершенно разные медиумы. Это и муралы, это и паблик-арт, это и перформансы, которые на протяжении двух месяцев с 31 мая по 31 июля будут в сердце цисырить, и вензавод. Общий маршрут полтора часа, и вот, соответственно, здесь я планирую свою стратегию продвижения именно на эти два месяца. Безусловно, мы начали трудиться еще в феврале, и все это направлено на то, чтобы повысить узнаваемость, отработать партнеров и сделать какие-то красивые истории, которые останутся в памяти. Из красивостей, которые вызывают большую гордость, моя команда сделала коллаборацию с Зойко, так как это стрит-арт, нам захотелось сделать что-то такое интересное, классное, и мы с художниками расписали скейты, мы пригласили чемпионов Европы по скейтбордингу, и они снялись у нас в классной фотосессии, она скоро выйдет в СМИ. В общем, именно из таких деталей, из классных историй складывается моя работа, пиар-институции — это мультимедиа-арт-музей, в котором я проработала три года, это машина, которая выпускает порядка 70 проектов в год, в мультимедиа-арт-музее, всем, надеюсь, из вас были в нем, это 8 этажей, и, соответственно, каждый этаж чаще всего это отдельная выставочная история, раньше это было очень много международных проектов, мы специализировались на медиуме-фотографии, но последние лет 8 мы стали показывать, почему мультимедиа, раньше это был Московский дом фотографий, сейчас это мультимедиа-арт-музей, и мы показываем совершенно все, все на острие, все в ногу со временем, и очень, в чем сложности, в чем более, это очень короткий цикл выставки, и очень большое количество этих выставок, которые нужно отработать, отработать, ну, понятное дело, что у меня есть обязательства перед партнерами, но мне, как пиарщику, всегда хочется увидеть ограненный бриллиант, чтобы со всех сторон и большие интервью, и спецматериалы, и подборки, и какие-то интересные коллаборации, поэтому здесь, конечно, в музее был большой вопрос и большая проблема именно в недостатке времени и в большом, в быстром цикле, в быстром перемещении, да, вот этих выставок и в желании как можно лучше их отработать. И персональный пиар. Чаще всего я на всех проектах своих сталкиваюсь с этим вопросом. Параллельно пиар-институции в мультимедиа-арт-музее у меня были запросы, были обязательные установки по пиару Ольги Львовны, директора музея. Она как в таковом пиаре не нуждалась, но здесь было важно отражать ее мнение на острой ситуации. Например, что-то случилось в Третьяковской галерее, очень часто мы инициировали комментарии Ольги Львовны по тому или иному вопросу, потому что она является визионером, она является лидером мнений в области, и, конечно же, это все отрабатывается. Та же самая история сейчас происходит на ярмарке. Есть лицо, основатель, меценат, коллекционер Маргарита Пушкина, и, соответственно, есть определенные кипя и задачи. Скорее я их ставлю перед собой. Ярмарка — это такой остров свободы, в котором нет каких-то конкретных кипя, и мне как руководителю отдела полностью доверяют, и мы уже с командой креативим, и придумываем истории вместе. Но мне просто самой не хочется упускать, потому что Маргарита — очень многогранный, классный спикер, который имеет колоссальный опыт, и этим опытом хочется делиться и по-разному о нем рассказывать. Из чего состоит пиар? Мы берем проект, и пиар любого проекта состоит из стратегии. Мы понимаем, что и как мы хотим сделать, но, безусловно, это работа со СМИ. Все прекрасно понимают, что в связи с последними событиями, если мы говорим про социальные сети, блогеров и прочее, то в моем традиционном отчете три года назад телеграм-каналы и блогеры составляли, не знаю, 15% из 100, то сейчас это добрые 40, а то и 45%, потому что телеграм по праву занял роль нового вида СМИ, быстрого вида СМИ, который читают, которому прислушиваются, и который очень быстро вошел на арену, и, конечно же, в своих стратегиях и в своей работе со СМИ обязательно нужно это учитывать и понимать новые веяния и тренды, и успеть запрыгивать, что-то классное реализовывать. Инфлюенсеры и блогеры, эта история продолжается, потому что в арте, а я напомню, я специализируюсь на пиаре именно в области культуры и искусства, здесь, безусловно, инфлюенсеры, блогеры и лидеры мнений имеют огромный вес, потому что достаточно сделать небольшое количество публикаций, и за этими лидерами мнений идут. Социальные сети, конечно же, креатив, вот даже в рамках той же самой атмосферы, классные истории, которые мы придумывали, тоже становятся такими реперными точками в коммуникации. Вот, прямая работа с аудиторией, мейл-рассылки, работа на площадке, ну и, безусловно, реклама, я ускоряюсь. Этапы… Этапы, спасибо, мне лишь бы поговорить. Этапы формирования коммуникационной стратегии. Первое, что мы делаем, мы выявляем боли проекта, какие-то слабые стороны, чаще всего, потому что сильные, очевидно, видны, и из слабых сторон мы строим коммуникацию, мы придумываем, как мы должны говорить нашей аудитории, определяем задачи проекта. У проекта бывают совершенно разные задачи, например, в музее главная KPI был продаж билетов, потому что есть там 500 рублей, и важно, чтобы посетитель проголосовал рублем, от этого складывались наши премии, от этого складывалось очень много чего в нашей жизни. Вот, сейчас проекты «Артмосфера» это биеннале под открытым небом, и как такового KPI у нас по посещаемости совершенно нет. Здесь есть KPI именно по громкой отработке, о том, чтобы биеннале гремело, чтобы все о ней слышали и по возможности доходили. Определить акценты проекта УТП. Нужно определить какое-то уникальное товарное предложение, что мы можем предложить, и, безусловно, это товарное предложение станет главным паттерном, главным поинтом в написании пресс-релиза, в написании скриптов коммуникации со СМИ, с блогерами. То есть мы выделяем что-то очень важное, что только здесь, только на этой выставке, только в этом проекте вы можете увидеть, и тиражируем это под разными ракурсами и с разными мнениями. И определить инструменты, которые необходимы. Есть разные клиенты, которым, например, достаточно просто активные публикации в телеграм-каналах. Есть клиенты, которым очень важен имиджевый пиар. Они говорят, мы хотим глянец. Я в который раз пытаюсь закричать и сказать, что глянец умер, и осталось его там, не знаю, 1%, но меня никто не хочет слышать, и приходится как уж на сковородке изворачиваться и что-то придумывать. Конкретно кейс. Он случился год назад. Выставка в фонде Руарц. Это фонд, который основала, повторюсь, Марианна Сардарова. Чем он уникален? Уникален он тем, что он случился сразу же фактически после февральских событий, и тогда уже наступила культура отмены, и все международные проекты отменились. И у нас была уникальная история, потому что у Марианы Любимовны огромная коллекция, и в эту коллекцию входят снимки Роберта Мэпплторпа, Кертеша, Эрвина Олафа, Ирвина Пэна и многих других звезд европейской сцены. И так как это частная коллекция, мы просто это привезли на самолете, и мы это все показали, упаковали. И действительно, в Москве на тот момент это была единственная площадка, которая показывала что-то международное. Это было нашим уникальным предложением. Здесь, конечно же, говорим про грани бриллианта, информационные партнеры. При выборе информационных партнеров важно понимать, что это за событие. Фонд Руартс, он был всегда про эстетику, про роскошь, про что-то такое, к чему хочется прикоснуться. Поэтому здесь выбор информационных партнеров очевиден. The Art Newspaper Russia, самая влиятельная газета, авторитетная в мире культуры. Радио Монте-Карло, которое слушают абсолютно все в Яндекс.Ультима и прочее. То есть это определенный статус, определенное выделение на ранг выше этого проекта. The Symbol — это бывший Harper's Bazaar, ныне переименованный в The Symbol, ну как бы Harper's Bazaar Holding, в котором много десятилетий творил Аведон и все ведущие фотографы, которые тоже были представлены на выставке. Конечно, это очень правильный был мостик. Ну и продолжая разговор про телеграм-каналы, не побоюсь этого слова, я первая, кто придумал вводить телеграм-каналы в разряд информационных партнеров, потому что многие, я имею в виду в области культуры и искусства, потому что многие до этого немножко чурались, говорили, ну что, это телеграм-каналы, почему. А я, по-моему, мне захотелось попробовать, и потом пошла эта волна. Мне немножко приятно, что это такая моя заслуга. Вот. И телеканал RTVI, он международный СМИ, у него очень хорошие охваты. Не стоит забывать, что перед каждым пиарщиком есть KPI по охватам, и здесь приходится играть в мозаику и придумывать, где эти охваты добывать, как их доставать, какими СМИ их придумывать, да, то есть увеличивать. Вот. Работа в день открытия выставки. На открытии присутствовало 540 человек, на пресс-показе присутствовало 43 представителя СМИ, взаимодействие с фотографами, встреча гостей, блогеров, представителей СМИ. То есть это все входило в зону ответственности меня и моей команды. Мы с этим справились. Ну, традиционные скрины и публикации. Было очень много рецензий, было очень много красивых отзывов. Проект был длинный, поэтому очень было важно простроить стратегию. То есть есть открытие, после которого выходит огромная волна публикаций, и тишина. Такой тишины быть не должно. Важно простроить так стратегию, чтобы на протяжении какого-то периода бывает долгосрочного, что-то выходило, чтобы проект не надоел. Нужно придумывать какие-то креативные штуки, которые позволяли бы той аудитории, которая по какой-то причине не прочитала ту большую волну публикаций, не увидела, чтобы она увидела и дошла. Что мы придумали? Это была супер такая на коленке сделанная штука. Все в сад. Почему название выставки все в сад? Потому что куратор выставки хотел рассказать о том, что каждый из нас возделывает свой сад, что в период непонятной истории в мире и в стране мы все закрываемся, и нам хочется вот те точки, которые являются такими островками свободы, в которые хочется возвращаться, да, вот в сад. Мы все к этому стремимся. И, соответственно, выставка была про что-то очень красивое, возможно, где-то... Я не говорю сейчас про домик в деревне, но про что-то очень красивое, к чему хочется возвращаться. И у меня есть подруга, Полина Ченцова. Она флорист-художник, которая делала закрытые показы для Шанель, для Картсье. Она делает очень красивые... Ее цветы — это искусство. Я очень вам советую. Сейчас открылось пространство мох, и вот она там арт-директор. Можно посмотреть на ее работы, сходить и удивиться. И я говорю, Полин, денег нет, но очень хочется сделать что-то красивое, что-то связанное с цветами. Давай полный карт-бланш, что-нибудь придумаю. Она говорит, а что за проект? Я ей несу... Ну, как бы главный был хедлайнер Мэпплторп, и я купила, так как я работала в Мультимедиа-арт-музее, я купила каталог Мэпплторпа. Я говорю, ну вот. Она говорит, Алина, у меня мурашки, это мой любимый фотограф, давай я за пиар все сделала. У него там гонорар 200 тысяч. Мы там немного ей заплатили, и в целом я пропиарила ее, и получилось 0 рублей. Я тут немного обнаглела, говорю, Полин, вообще денег нет, а где цветы взять? Она говорит, Слушай, у меня есть ряд цветочных баз, которые очень хотят со мной посотрудничать. Давай я тебе дам их адреса, и ты напишешь. Я пишу первую базу, они говорят, сколько надо цветов? Я говорю, ну, 1400. И на следующий день к нам приезжает просто вагон с цветами, и мы делаем огромное... То есть у нас было 4 этажа, а пятый этаж был такая зона, где было открытие, где мы пили алкоголь, и у нас там все утопало в цветах. Просто все, потому что там была земля. Полина славится тем, что она такой визионер, и мы притащили, там, не знаю, килограмм 70 земли, и она прям высаживала эти цветы. Но мы были в саду, просто в центре Москвы, на Смоленской, в огромном красивом здании. Вот. Был белый рояль, он был не too much, все было нормально. Вот. Был пианист. Вот. И было все дико красиво. Эти цветы, они простояли, так они были в земле, они простояли 3 недели. И, соответственно, как бы очень много кто писал, очень много кто делал материалы с Полиной. Полина мне сказала спасибо, цветочная база мне сказала спасибо, и, соответственно, вот. Чем закончился проект? Суммарный охват более 975 миллионов. Нас прочитали, нас услышали. Охват публикаций в телеграм-каналах 125 тысяч. Охват в социальных сетях более полутора миллион. Вот. И суммарный охват, ну, практически, вот видите. Такой был результат, мы им гордимся. И выводы, чем я руководствуюсь в своей работе, чем я призываю руководствоваться каждому из вас, это креатив. За этим будущее сейчас. Коллаборации, умение упаковать идею, способность, интересно, рассказать о сложном для большой аудитории, потому что искусство — это всегда про сложное, про многослойность, про какие-то скрытые смыслы, и, безусловно, все те люди, которые работают в области культуры и искусства, интеллектуалы, с которыми, безусловно, нужно находить язык, это безумно увлекательно. Четкий тайминг, потому что любой пиар, он строится на стратегии, который нужно вовремя выполнять, реализовывать, все-все буллеты, все планы нужно делать в определенное время, иначе это репутация, потому что любая коммуникация — это двое, трое, а то и четверо. И важно со всеми партнерами, то есть вы понимаете, что проектом «Все в сад» моя деятельность не заканчивается, это много других проектов, и если я что-то не так сделаю, например, в коммуникации с «The Art Newspaper», они дальше со мной не пойдут. Здесь важна правильная экологичная коммуникация и всегда задавать вопрос, а чем я могу помочь, а чем я могу быть полезна, потому что потребительское отношение никогда никому не было нужно и никогда никому не помогало. И внимательность, безусловно, внимательность на всех этапах, от пресс-показа и поднести воду какому-то журналисту до вычитывания релиза, вычитывания спецматериалов и всего, да, потому что внимательность к людям, внимательность к информации, внимательность к коммуникации — это залог вашей классной репутации, крутых проектов и, как впоследствии, наверное, много денег и славы. Вот. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Это... Ой. Оп. Все сломала. Это было шикарно. Она уже побежала здороваться с коллегами, но, может быть, какой-то один вопрос хотя бы давайте, потому что мы идем немножко не в тайминге, а хотелось бы в нем. Поэтому возвращаемся обратно и слушаем вопрос. Добрый вечер. Алина, да? Спасибо большое. Было очень интересно. У меня несколько вопросов было. Может быть, выберу один. Во-первых, очень круто про «Все в сад». Это удивительно, потому что я раньше работала в Театральном музее Бахрушина, и у нас был фестиваль «Все в сад» с таким же названием. Чудесное. Это было... Нет, и в контексте того, что название крутое и проект классно. Но мы собирали просто саду и в течение месяца там разные активности делали. Вопросов несколько. Вот коллаборации с арт... Насколько большое у вас бюджетное продвижение? Потому что это всегда актуально, особенно с институциями, если там какие-то... Ну, наверное, у биеннале есть деньги, но не факт. Если говорим про госучреждения, то там всегда в телеграм-канал просим либо там, пожалуйста, бесплатно что-нибудь давать вместе, придумаем интересное, либо скидочку, вот, ну, это по опыту рассказываю, либо вот с Art.Uspaper.Russia, например. Бесплатно ли вы или делали спецпроект платный? Буду благодарна за какие-то такие инсайтики работы пиарщика. Мне, наверное, повезло, потому что за мной долгое время стояли очень крутые институции, которые позволили мне сформировать имидж и определенную репутацию. Все журналисты, с которыми я веду коммуникацию, они знают, что я плохое что-то не предложу. И здесь очень важно преподносить информацию, как, ну, такой вот мы вам на эксклюзиве, что это очень классный проект. Я могу сказать, что сколько я проектов сделала, я сделала их очень много, практически всегда бюджета были ноль. Я не буду сейчас говорить, я тут была на встрече с подругой, она представитель, она пиар-директор одного очень крупного бренда косметического. И она мне говорит, Алин, ты знаешь, вот думаю, как распределить бюджет. Ты как, у тебя какой бюджет? Я говорю, ой, слушай, не помню, как мне стыдно. Она говорит, ну вот 24 миллиона на год дали. И я такая просто... И она мне называет цифрой, что приятно, я как бы как дурочка сижу, и я говорю, а вот телеграм-канал. Она говорит, ну вот 70 тысяч вот сейчас, а я как бы с этим телеграм-каналом, простите, в десна, и я за все это время ни разу ничего не заплатила, и у моей подруги она там два дня не отвечает, а у меня как бы... Это, безусловно, коммуникация, да, это, безусловно, умение делать классно проекты, умение быть нужным, потому что, например, у некоторых журналистов, я знаю, когда день рождения у детей, и когда они говорят, что хотят попасть в Кремль на елку, я достаю им билет на елку, ну, в общем, какие-то свои связи использую и помогаю им чем могу. Это долгие, теплые отношения, которые позволяют, ну, практически в 90% там и выше сделать точно публикацию. Да, спасибо большое, примерно так и думала. Ну, а есть просто истории платные, от которых все равно нужно платить, к сожалению. Ну, там те же баннеры или не знаю, что-то такое. Ну, баннеры — это в рамках информационного партнерства. Вот все, что сейчас я показывала, там были огромные баннеры, и наружные в том числе. То есть, если есть что предложить проекту, ну, например, «Космоско», у нас вся наружная реклама по бартеру. То есть, это большой проект, ну, надо понимать. Ну, да. Спасибо. Прошу прощения, подгоняю. Вы сможете задать вопросы после дискуссии. Может быть, вы по-настоящему. Друзья, ну что ж, мы подходим к последней части. Потом обнимитесь. Спикеры, рассаживаемся, рассаживаемся по местам. Давайте, давайте. Итак, у нас сегодня просто звезды… Алина, не уходи никуда, потом пойдем вместе пить просека. Давай. Вот. У нас сегодня просто потрясающий состав. Я не знаю, вы в вольном порядке, в принципе, можете располагаться. А, они прихорошились. Итак, друзья, справа, справа налево. Лена, ты же справа, да, получишься? Елена Крылова, эксперт в области маркетинга культуры, проектирования магазинов при культурных и образовательных институциях, куратор, менеджер частных коллег современного искусства, арт-дилер, владелица… И вот это тут погромче и важно. Владелица галереи и арт-магазинов Cube, здания отеля Тверской 3 и арт-весна нового арабата 19. Приходите, покупайте, тратьте деньги. Дарья, у нас сидит Полина Смирнова, маркетинг-специалист и соосновательница агентства куворкинг, лектор и медиакоммуникаций. Анна. Дарья, 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 Дарья Коновальенко, пиар-специалист и сооснователь агентства куворкинг, автор телеграм-канала «Замечательного в белом кубе» одноименного подкаста. Пожалуйста, слушайте, подписывайтесь. Это действительно очень-очень серьезный контент. Итак, последний вопрос про Садкину непозначимости. Надя Башко, маркетинг-директор брендов Viva La Vica и вот это вот Chux. Да, это вот Chux. Вольное прочтение из французского. Вообще, шу, конечно, мы такие французы. Я до этого правила просто французский не доучила. Я пока там в начальной стадии. Лектор бренд-коммуникации и маркетинг-консультант и экс-бренд-лид 12 stories. В общем, друзья, какие люди, простите. Мне аж стыдно с моим вот этим вот Хсиард Гэлл, не написала, представляете? Но я... Можно я к вам все-таки поближе, да? Ох, друзья. Тема у нас была заявлена очень интересная, но я думаю, что в итоге, как обычно, наш разговор перерастет обо всем. Поэтому давайте сначала один общий вопрос. Я вам его скинула заранее, у вас было время подготовиться, но импровизация приветствуется. Итак, друзья, вот мы уже очень долго тут говорим про разные коллаборации с художниками, с музыкантами, с театрами, и с другими акторами вот этой креативной среды. Скажите мне, пожалуйста, вот что вы, вот каждый из вас откровенно думаете про вот эти вот коллаборации с художниками, про рестораны, завешенные картины, про там шоурумы, про поп-апы, про вот этот арт-маркетинг на ивентах и все такое прочее. Вот начнем с Елены. А, о, боже мой, она хотела высказаться. И, думаю, продолжим потом по порядку, да? Ну, если кто-то захочет перебивать, поссориться, давайте, я приветствую все это, можете вырывать и возьмем микрофон. Ага, вот так, да? Дело в том, что я занимаюсь менеджментом современного искусства уже лет 15 и скорее отношу себя к арт-части, арт-маркетинга. Поэтому мне бы хотелось рассмотреть очень важный вопрос, который я не услышала сегодня, ответ на который я не услышала сегодня. А нужны ли коллаборации художнику и зачем они ему нужны? Вкратце, если мы рассматриваем жизненный цикл художника и его карьеру, можно так сказать, то в целом есть такое представление и вообще как бы разговор с художниками, работа с художниками дает об этом полное понимание, что работы художника должны остаться желательно на пожизненное хранение в музее. И это является как бы точкой и венцом его карьеры. Ну и если мы рассматриваем это как точку и венец его карьеры, то, соответственно, мы простраиваем вот эту вот карьеру разные там с обучения, с участием, с того, как он принимает участие в первых выставках, желательно некоммерческих, потому что вы понимаете, что если молодой художник сразу попадет в коммерческую галерею, то галерист будет заставлять его постоянно воспроизводить те вещи, которые хорошо продавались, потому что у галереи есть коммерческая цель заработать деньги. И тем самым очень часто, и мы это видим, галеристы портят своей вот этой вот активностью, своим вот этим вот потаканием рынку художественные карьеры, именно художественные. А художник, на самом деле, ему для того, чтобы творить, вырабатывать свой художественный язык и так далее, ему для этого нужна мастерская, какой-то небольшой, но стабильный доход. И это, скорее всего, в западном мире это скитание по арт-резиденциям до как раз понимания того, что ты сделал и создал как бы себе свой имидж, выработал этот художественный язык, а в дальнейшем уже как раз коммерциализация, галерея, коллаборация и так далее. Поэтому, мне кажется, что это очень важно иметь в виду, потому что ведь когда ко мне, как к арт-менеджеру, обращается ресторан и говорит, ну, найди нам молодого художника там подешевле, или какой-то бренд одежды говорит, ну, давай сделаем с тем или иным художником, поскольку он у меня в коллекции, ну, обращается естественно какой-то человек, который топ-менеджер, допустим, того или иного бренда, то, конечно, в первую очередь у меня в голове возникает именно эта цепочка, нужно ли это художнику. Понятно, что если эта коллаборация хорошо оплачивается, нужно, если ресторан готов взять картину в коллекцию ресторатора или заплатить за аренду работ, нужно, но мы с вами должны понимать, что это никогда не попадет в его артистическое резюме, потому что на самом деле выставка в ресторане не является тем, на что будут профессионалы смотреть. Коллаборация, если она с небольшим брендом или с плохим менеджментом, это тоже не то, что художник будет показывать публично, то есть по большому счету маркетингу это нужно больше, чем художнику. И вот это надо иметь в виду, и мне кажется, всегда этот момент прокручивать в голове, когда начинается коллаборация. У меня огромный опыт разных коллабораций, но, наверное, самая удачная была как раз не с художниками, а с ремесленниками, потому что они ближе как раз к тому, что хотел видеть заказчик, а заказчиком был катарский посол, посол Катара, который в силу своей профессии и национальности все время делал подарки каждому гостю, и это была своевременная вещь, которая спасла некоторое количество отечественных производств ремесленных, там, коломенскую пастилу, крестецкую строчку, парфюмы для дома Flame Moscow и так далее, потому что речь шла о ковидном времени, когда все неожиданно закрылись, заказы прекратились, сырье перестало поступать, и, в общем, каким-то образом мы поддержали их. Что касается художественных коллабораций, я их делаю всегда только исключительно для своего магазина, арт-магазина для, уже можно сказать, двух арт-магазинов, скоро будет третий, потому что это тоже как бы часть художественного процесса, мерч с художниками, с поддержкой небольшой выставки вокруг, это всегда такой, как бы, ну, еще один способ напомнить о себе, но я это делаю не с молодыми художниками, а с художниками, у которых уже есть имя, понимание, опять же, художественного языка, это не эксперимент, это, как правило, уже выверенный и достаточно успешный кейс, я изначально вижу, что это так. поэтому я не рискую и не экспериментирую, все-таки хотелось бы мне тоже зарабатывать вместе с художниками деньги, ну, вот, опосредованно через мерч. Мои магазины представляют собой, если вы еще не были, такие некие музейные, как бы, магазины мерча, да, но просто при галерее современного искусства и в торговом центре. И, кстати, сейчас я работаю над магазином в мультимедиа-арт-музее, так что я надеюсь, что когда музей заработает снова, вы увидите там прекрасный дизайн Момо-шоп. Вот, ну, это, собственно, все, что я хотела сказать, а так буду с удовольствием участвовать в дискуссии. Спасибо большое, это очень вдохновляющая история, даже, я знаю, что даже есть видео на твоем сайте про вот это как раз таки взаимодействие с CC Agency, тогда, поэтому вот про промыслы, это такая вдохновляющая история, правда. Вообще на моем сайте много разной информации про то, что я делаю, я делаю магазины для музеев, а музеи часто бывают корпоративными, это тоже, кстати, один из способов арт-маркетинга, если уж так говорить, что корпорация делает профессиональный музей, посвященный своему делу, да, и, как правило, есть и там и магазин, но это не так важно, на самом деле, давайте обсуждать более крутые, крупные и вдохновляющие кейсы. Давайте, дальше слово идет уже в поле маркетинга, прям так четко. Ну что ж, дамы, у меня к вам был следующий вопрос, вы тоже прекрасно его знаете, я помню, что у вас был подкаст, в котором вы обсуждали очень экспрессивно, очень интересно, очень весело, как можно вот разные бренды между собой, между собой и искусством как-то столкнуть, переженить, как мы это обозначили, тогда вы обозначили, я все же повторила эту умную мысль, вот, и чтобы получился какой-то классный новый продукт. Вот скажите мне, пожалуйста, вот, как вы думаете, вообще, любой ли бизнес с любым ли артом, с любым ли каком-то креативном контентом может взаимодействовать? Вообще, как это происходит? И какой план? Вот я решила сделать коллаборацию вот как-то пошагово, ну так, хотя бы без секретов, конечно, да, которые знают только вы из своего опыта, но как-то вот общего, как это делается? Ну как? Ну, конечно, деньгами, талантами. Вообще, наверное, сначала чуть-чуть вернуться к прошлому вопросу, он нас очень взволновал, про то, являются ли вообще нужны всем коллабы с искусством, или мне очень понравилась формулировка, единственный вопрос, который я прочитала подготовкой. И там в конце, значит, была формулировка или это светская блажь, около светская блажь. И очень понравилось, во-первых, вопрос. Редактор. Ты что, на самом деле, вообще-то все еще, честно говоря, единственный практически способ демократизации искусства какого-то, маркетингового, продуктового, как угодно, это, ну так или иначе, коллабы или, конечно, мерч-шопы в музеях, потому что абсолютно не все мы, конечно же, можем купить все и все искусство на свете, но заполучить какие-нибудь Adidas, асэспат и вот это все, конечно, делает все супердоступным. Когда-то в маме, теперь у тебя на ногах, и, в общем, вся эта очень классическая цепочка маркетинговая, и теперь мы придем к тому, что не всем брендам, конечно, это нужно, и не всем художникам точно, но, например, можно быть покрасом, лампасом или кем-то еще и строить свою карьеру на коллаборациях. Все, он уже незаконно в этой стране, поэтому... Опа, пик. Простите. Нельзя, да? Вот и все. Сворачиваем. Боже. Так, господи, с прямой трансляцией мы этого не видели, имя ничего не было названо. Ну и что, на самом деле, что мы хотим? Мы хотим понять, нужно ли это нашему бренду и вообще, кто мы такие, для кого наш бренд, конечно же. Нужно ли этим людям, которые пользуются нашим брендом, искусство? Иногда поймут ли они его? Хороший вопрос. Как поймет ли спикер, что нельзя называть чьи-то имена в прямом эфире? Конечно, потом, наверное, стоит обратиться к специалистам и не отталкиваться, наверное, от того, что вы делаете коллаборацию с художником, потому что у вашего топ-менеджера в коллекции есть одна его работа. Вряд ли. Точно, скорее нет. Но если есть, опять же, доп-бюджет на то, чтобы увлажать топ-менеджмент, художники будут рады, абсолютно точно. Если вы огромная корпорация, вам некуда сливать бюджеты, пожалуйста, покупайте работу художников, знакомьте людей и не только свой топ-менеджмент с этим, сто процентов. Но где-то появляется маркетинговый вопрос, как это будет реализовано с точки зрения того, что будет ли это часть вашего продукта или будет это вашим совместным мерчом, будет ли это вашей коллаборацией с художником или с галереей, или, может быть, с полноценно отдельным проектом. Все еще обратитесь к специалистам, они, скорее всего, лучше вам расскажут, кто именно вам нужен. И где-то на этой фазе хочется еще понять, будет ли это продаваться, будет ли эта коллаборация нужна кому-то вне корпоративных подарков, вне поля памятного сувенира, опять же, блажа вашего топ-менеджмента, имиджевой истории, что тоже абсолютно, наверное, чаще всего случается. Ну и если хочется это продавать, точно обращайтесь к специалистам, потому что здесь этим не обойтись. коллаб с художником технически сложный. Есть ли у вас нервы на то, чтобы общаться с творческой натурой, есть ли у вас тайминг на то, чтобы общаться с творческой натурой, или стоит перейти к его менеджменту сразу, или обратиться через галерею прекрасного посредника, который за упоминание или ваши бюджеты поможет вам со всем ведением этого менеджмента. Немногие художники контактные, немногие ваши мечты сбудутся, мечты вашего бренда, и немногие сроки сбудутся, и немногая коммуникация покажется вам скорее всего продуктивной, потому что вопрос коммерциализации искусства стоит очень поперек горла многих людей, кажется. И этот нервный смешок мы все и где-то ответив на все эти вопросы по чек-листу, возможно, вы сможете хотя бы ответить вопрос, нужно ли вам это все-таки, потому что мы все видели статистики про то, что коллабы с искусством повышают ваши продажи, мы видели Вандерман и Томпсон огромную статистику про то, что коллаба с художником спасет ваш бренд, или если вы навешаете аудейта Тиффани Камни на Баскию и снимете с этим Бьонцем все захотят это купить через секунду, скорее всего, нет. И все, и это достаточно игнорент. Но дальше вы перейдете к моменту реализации. И здесь будете подкручивать свои сроки, конечно же. И в плане коллаборации через месяц она превратится в коллаборацию через полгода с каким-то рядом перенесенных сроков. Поэтому скорее всего это не коллаборация к конкретному таймингу. Ну а потом будет самое классное. Все медиа не захотят поддерживать 110-ю коллаборацию, потому что рынок так сильно ими переполнен, что вряд ли, если честно, это кому-то нужно почти никогда. Вот примерно так. Ну а с более положительным оптом с вами поделится моя коллега Дарья. Они играют всегда в этот добрый злополицейский, типа гринч, который упал развество, там какая-нибудь такая пускала пусть, которая подарки принесла. Плохие новости, такой еще более злой полицейский. Вот ты просыпаешься с утра, завариваешь себе кофе, открываешь рабочие чаты, и у тебя запросы. Здравствуйте, мы хотим арт-коллаборацию с арт-искусством, повесить арт-картины на арт-стены. И ты такой, доброе утро, давайте пообщаемся. Доброе арт-утро. И, собственно, хочу поддержать коллегу в том, что первый вопрос, который ты задаешь на звонке с потенциальным брендом, а зачем? Они такие, в смысле? И вот тут… У всех было и нам надо. У всех было и нам надо. Это, давайте признаемся, около светская блажь, хорошей коллаборации мало. Кто их делает, будем ли мы рекламировать? Не будем. Давайте попозже назовем хорошей коллаборации. Ну, сначала сразу дисклеймер, пожалуйста, где-то в альтернативной вселенной все перестанут делать коллаборации с Баски и с Ворхолом и с Китом Харрингом. И что и всем останется? Эхо, с и арт-галлорием. Останется Павел Пепперштейн, не забываем. Мураками, да. Вот, и единственное, вот хотела, пока не забыла, добавить в комментарий, что художники вписывают в свои портфолио все-таки коллаборации с брендами, и, например, Нику Ниелову мы знаем только потому, что у нее была работа в магазине Селин. И в каждом пресс-релизе мы видим слово Селин и все. Вот, поэтому... Да, и ты задаешь вопрос, а зачем? И тут отдел маркетинга, которому, собственно, топ-менеджмент спустил, а давайте сделаем марта-коллаборацию, начинает теряться. И вы такой, вы хотите денег заработать? Они такие, а что, можно так было? И ты говоришь, что, смотрите, деньги вы не заработаете. Давайте вспомним пирамиду Маслоу, где в ценностях и потребностях ваших клиентов находится искусство. Они поели, они хорошо себя чувствуют. Где искусство? И тут мы понимаем, что в пирамиду Маслоу искусство не входит. И, в принципе, на этом разговор заканчивается. Вот. И ты забираешь деньги за консультацию, и, в принципе, на этом разговор заканчивается. Вот. Ты берешь за консультацию еще деньги? Блин, я всегда буду нищая, поняла. Даша тоже может брать деньги за коллаборацию, но есть другой момент. Иногда художник к тебе приходит и говорит, я хочу подружиться с брендом. И это гораздо более прикольная ситуация, потому что ты разговариваешь с художником, ты говоришь, и он тебе рассказывает, что ему нравятся какие-то бренды одежды, или ему хочется… Это не обязательно… Когда мы говорим коллаборация, это не обязательно печать на стакане в кафе Ладо. Это не обязательно печать, извините, да. Это не обязательно вообще принт. Это может быть опыт, это может быть ужин, это может быть поездка, это может быть… Давайте просто коллаборация, коллаборация рознь. Если классную коллаборацию поддержит медиа, даже если она сотая, потому что классных типа две. Вот. Так что… Подождите, подождите. Но с точки зрения еще более жестких полицейских наверняка будет надежда. У меня есть про пирамиду масла маленькое дополнение. Ее пересмотрели, поэтому… Поэтому самореализация очень важная. Она, конечно, ну, понятно, что когда у людей нет крова, ну, об этом не идет речь, но в целом, конечно, ее пересмотрели, так что можно уже немножко этим поманипулировать. Самореализация через консюмеризм. Делайте коллабы с художниками. Можно я просто расскажу, что не все бренды и, наверное, там 3 или 4 процента брендов вообще хотят коллабы с искусством. Они вообще об этом не думают. Маркетинговые отделы вообще не рассматривают коллабы с искусством в большинстве случаев как какой-то работающий инструмент. Они пиар, какие-то публикации не рассматривают как работающий инструмент и говорят, а как это пронесет нам деньги? Особенно сейчас, в 2023 году, когда все хотят считать. Тот же крупный, крупный, как это, реселлер, один из, очень хочет посчитать вообще все на свете. Какой у вас был первый, Илью? Последний. Вы умеете их считать? Простите. Да, давайте просто отставим мечты о том, что все бренды хотят делать коллаборации с художниками. Это не так. Очень часто топ-менеджеры это единственные люди, которые что-то хотят. У бренд-команды есть бесконечное количество занятий, вещей, бэклог на 4 года вперед, которые они будут реализовывать. А еще чаще бывает, что топ-менеджер занимался построением бизнеса, особенно если это бизнес в формате стартапа или молодой бизнес, и они совершенно не думают про то, что есть еще какое-то искусство. Они еще до галеристов не доросли. Ну, действительно, это так. Они занимаются и сейчас яхтингом, гольфом, чем угодно, но пока еще не искусством. И история про то, что бренд-команда, например, приходит и говорит, мы делаем новое позиционирование, нам нужно ориентироваться на других людей, и для этих людей территория искусства, территория какого-то высказывания, новые смыслы имеет очень много значения, встречает в какой-то момент большое сомнение со стороны C-левела. И здесь как раз большая работа идет внутри брендов для того, чтобы продать саму коллаборацию как идею. И это обратная сторона. И если приходит художник и говорит, или приходит, не знаю, какая-нибудь площадка, говорит, давайте вместе что-то сделаем, очень часто бренд задает логичный, точно такой же вопрос, а зачем нам это? Наша целевая аудитория не работает, она не понимает высокие смыслы. У них, как правильно сказала Даша, по пирамиде масло они находятся скорее внизу, чем наверху. И сама актуализация для них это прекрасный разговор, но который сейчас, например, не актуален в их новостной повестке. Это тоже нужно учитывать. простить, что я была сегодня. А что такое C-Level? Мне интересно. Это вот все CFO, CMO. А это что? Пожалуйста, Митя. Топ-менеджмент. C-Level это топ-менеджмент. Это все люди, у которых в тайтле есть приставка Chief. Chief что-нибудь. Это интересно. На самом деле забыла замечание про яхтинг, картинг и так далее, потому что когда буквально две части назад нашей сегодняшней конференции тут была Татьяна Хондру, которая председатель направления Ренессансбанка, с которой мы сделали эту коллаборацию. И она как раз таки просто коллекционер, и поэтому она решила, что давайте в эту сторону подумаем. И я думаю, что если бы она увлекалась яхтингом или чем-то еще... Именно так, то у вас была бы коллаборация силы ветра, когда бы весь не знаю... Весь офис такой. Весь штат просто, да, в корпоративе летнем ходил под парусами, и всем бы было очень здорово на базе орешек или где-нибудь еще. И мы плавали, знаем. Им здорово с нашим искусством. Не надо думать, что нет. Это что-то хотела, ты тянула за микрофоном. Ну а когда вы поедете на яхтинг, там и вернисаж силы ветра три недели назад в коллабе с художниками будет вас поджидать, чтобы заморозить всем вашим чиф-экзекьютив, кому угодно, как бы желание сделать срочно баски, какие-то хайринги и все еще мурака Уорхола и Пашу Пеперштейна, чтобы подпись поставил внизу. Окей, хорошо. Тогда у меня такой вопрос, просто это вот сугубо такой в последнее время мой интерес, вся вот эта вот история связанная с маркетингом, я поэтому всех собрала и дала такую тему конференции, просто было интересно с профессионалами пообщаться за бесплатно, аж прости, я смогла эту систему обмануть, но я умею. Вот, скажите, пожалуйста, ваше мнение на счет того, понятно, что не всем брендам нужно искусство, но какую роль это искусство может сыграть стратегу в продвижении себя как бренда, в позиционировании, и, собственно, как вот сделать коллаборацию, чтобы она не была такой простой, как два пальца об асфальт, чтобы она была какой-то умной, чтобы она затрагивала разные площадки аналогового и цифрового мира, например, digital, не digital, и так, чтобы у этого был какой-то дополнительный смысл, то есть не просто там, господи, пепперсель несчастная быкалстая, не пепперсель на салфетке, но что-то вот как-то больше, важнее, значимее. Как и что? Помогите, подскажите. Как говорил мой прекрасный СММ-менеджер на одном из мест работы, это должна быть трансмедийная коммуникация. Вот, что бы это ни значило, я никогда не понимала, что это значит, но говорила, да, хорошо, это будет трансмедийная коммуникация, она будет раскладываться по всем каналам. А если серьезно, зачем и когда нужны коллаборации, на мой взгляд, как человек из душного маркетинга, когда у этого действительно есть потенциал разойтись по всем каналам, когда вы сможете, не знаю, вы с художником делаете какой-то клевый принт, и это часть вашей коллекции одежды, вы там два или три года сходите с ума по принтам, это ваша продуктовая стратегия, дальше этот принт раскладывается на, не знаю, подкладку вашего самого фэнси-пиджака, который является там вау-продуктом, дальше вся эта история шарфы, твили, что-то еще, плюс это дальше раскладывается в how-to в контенте, дальше как это было, как это создавалось, не знаю, какие-то не мерчовые истории, а принт на пакете, да, как-то аккуратно ваш брендинг это должно вписываться, и вообще в целом мне очень сильно претят истории коллаборации, когда есть бренд, когда есть художник, или есть бренд и галерея, и вот они просто так решили рассказать о том, что у них теперь есть коллаборация, ни один люксовый бренд, например, не вводит амбассадоров и не делает коллаборации просто так, у этого всегда есть какая-то история, у этого всегда есть сближение, да, никогда в жизни Фаррелл бы не стал работать с крупными брендами, если бы у них до этого не было какой-то совместной территории, и когда вот такие отношения есть, и когда они не просто так созданы, не вчера, то вопрос о том, как это сделать, как это разложить в разные каналы и в разные форматы, он не стоит, это совместное творчество, и здесь как раз от бренда тоже очень много идет, насколько команда бренда понимает свои возможности, свою аудиторию, что она еще может дать аудитории, и как тот продукт, который создается вместе с художником, с творцом, с креатором, может иметь какую-то жизнь пролонгированную, да, наверное, так. я еще хотела добавить, что у художника, у каждого, по идее, зрелого и готового коммуницировать в широком смысле, есть свой художественный язык, очень важно, чтобы ценности бренда совпадали с этим художественным языком, нужно, если у него нет стейтмента, что странно для профессионального художника, то нужно, значит, каким-то образом его для бренду, этот стейтмент художника, сформулировать и понять, где пересекается ценность бренда и этот художественный язык, это очень важно. И еще я хотела сказать, что, конечно, западный опыт в этом смысле интересен, и он уже в каком-то смысле пройден и достаточно продвинутый, бренды спонсируют художником выставки, вот как раз то, с чего я начинала, что выставка в карьере художника играет гораздо большую роль, чем коллаборация, и поэтому, конечно, если говорить о таком правильном подходе, взаимопроникающем, то было бы правильно те же, собственно говоря, элементы художественного языка, которые используются в корпорации, встречались также и в пространстве искусства, желательно в музеи, все-таки на выставке, и тогда это было бы более полно. Но я хотела сказать, что я, конечно, и моя дочь художница, мы все время покупаем вещи, которые рождены масс-маркетом сейчас в большом количестве, и меня всегда поражало, что эти вещи на сайтах этих масс-маркетовских брендов нельзя найти по фамилии художника, то есть им настолько неценно. То есть это могут быть очень классные вещи, и это могут быть вещи, созданные в коллаборации с моими любимыми, например, друзьями, художниками, и я хочу их покупать, и делаю там, ну, как бы, что-то испортилось, еще докупить, и я никогда не могу найти. То есть из этого я делаю вывод, что в целом это было все для Шумихи, которая действительно выполнила KPI, которые были заложены, но это совершенно неценно с точки зрения больших продаж, и это очень печально, потому что это как бы сразу говорит о какой-то недоделанности, недопродуманности, и, конечно, ну, может быть, у меня как у арт-деятеля более высокие запросы, но в конце концов мы действительно… Я этим занимаюсь, потому что я люблю это сочетание смысла и какого-то месседжа. Вот, ну да, и с коммерческой выгодой. Просто хочется немножко искренности, как это, как дальше это называть новую искренность, как это на самом деле все происходит. Значит, бренд-команда сделала коллапс с художником, все очень здорово, показали очень красивую там презентацию, позвали СМИ, это действительно важно для бренда с точки зрения позиционирования, всем своим внутри рассказали, все восхитились, наконец-то там какой-то левел тоже, немножко уровень повысили, а на сайте этим занимается какая-нибудь диджитальная команда, которая… Нет, даже не диджитальная, и ком-команда, которая отвечает за продажи внутри интернета. И вот им, ну, это совсем не важно. И очень… Мы здесь много до этого говорили про продажу идей внутри, и вот здесь, значит, не допродали и ком-команде для того, чтобы на сайте это было невероятно хорошо тоже показано, определенное пространство этому было дано и представлено так, как это задумывалось изначально бренд-командой. Это тоже известная такая точка. Я хочу добавить, просто у нас 23-го числа будет дискуссия двух брендов с двумя художницами. Это BeFree и Sela. И вот как раз-таки у них на сайте и у Sela, и у BeFree будет… Я на это говорю, конечно, потому что я была… Там как раз есть отметки художницы, поэтому и Сомик, и Глазун отмечены, и поэтому вдруг, если вы хотите поучаствовать в этой дискуссии, она будет 23-го числа, мы вас ждем здесь. Грещен. Здесь как отличный ничего нельзя найти по поведению в Болгарии как на сайте в Болгарии. Можно я полку? Вот просто я вот в Брунтумобил и вот здесь микрофона. Знаете, что еще не дотягивает? Я делал недавно супер-дитабиальную коллаборацию Большого театра и уличных художников. Это сейчас очень коротко просто скажу, потому что прямо на болевшем. Значит, мы сделали первый коллаб. Это уличные художники, Большой театр, это певцы из Большого театра. И вообще ноль эффекта. Поскольку есть там, ну я знаю эффект упертости, на там седьмой или на восьмой концерт появилась отдача. Люди стали понимать, люди стали интересоваться и для них стало важно. Вдруг они все поняли, что типа вау, это работает. И очень часто, когда мы говорим про коллаборацию между брендом и художником, какая-то аудитория не дотягивает, они не понимают, зачем им это нужно. И это значит, что в этом коллабе неправильно выверенные были факты. То есть сам коллаб неправильно выверенный. Один захотел, сдал денег, нашли человека, он исполнил и все. А дальше вот либо сам последний кост не докрутил, либо аудитории не объяснили. и когда я узнал о фидбэке, что ребята в грязной одежде, давайте так ее немножко смиксую, приходит в большой театр и они говорят да блин, это работает. Конечно работает. Десять концертов случилось и на десятом вы поняли, что это работает. Зачастую просто менеджмент не вытягивает. Он как бы сделал одну попытку. Послушал, посмотрел, сказал классно, получил свой KPI, порадовался или там наоборот погрустил, что чаще всего вовсе говорят ну да, классно было, но нет, типа ну все хорошо, но нет. Вот, и это тоже большая история, что нету практики, как у Найка, там Стифани, когда они бахнули, такая Найк Стифани и до этого делал коллабо и куча всего и ты сейчас идешь по улице такой, все говорят, Найк Стифани сделал кроссовки. Так они не 10 лет назад делали, они приучили свою аудиторию, они научили делать коллаборации и люди стали покупать это. Может дело в том, что Найк и Тиффани это очень плохие кроссовки. Это факт, это просто факт, да, это просто факт. Вот, простите, я просто наболевшим, мне хотелось очень коротко, получилось очень длинно, что зачастую просто нету системы дотягивания, то есть какой-то менеджмент где-то на каком-то этапе просто проваливается, эти коллабы все никому не нужны, а негатив жесткий, то есть типа все коллабы, которые смотришь, ну это грусть, печаль, беда, досада, ну прям ужас, зачем вы потратили деньги, ну там мы не будем брать АСКИ там и всех остальных ребят, ну которые там в супертопе и все остальное, а все, все происходит, вот действительно даже в бренде не подписывают художника, к сожалению, то есть типа бахнули бренд, он офигенно постарался, просто вообще нереально, супер, даже не написали, кто это сделал, а у него есть аудитория, простите, я просто прям наболела. Идите к нам. Хотите присадиться, да, у нас стул дополнительно всякий случай такой, если кто-то заходит из зала присоединиться. Ну, а вот если на самом деле разобраться, какие классные, какие бренды в целом являются чемпионами в коллаборациях, вот, может быть, это вопрос в зал, про, на российском рынке, да, российские бренды, кто чаще всего делает самые крутые коллаборации, неважно, с другими брендами или с другими, или с художниками. Это со стороны художника, это со стороны художника, мы про бренды. Пушкинский музей делает классные коллабы, но поскольку у них очень сложно, система магазинов на территории. Это не бизнес. Ну да, нет, но они на самом деле это все делают за спонсорские деньги, это фактически бизнес. Тогда в ТБ. Там нет ни одной, бренд, пушкинский музей, там нет ни одной копейки государственных денег. Музей это не бренд, это не бизнес. ВТБ их поддерживает, значит, ВТБ больше всего поддерживает искусство в России сейчас. Ростех. Нет, ну, пушкинский музей это бренд, ладно, не будем об этом, но это бренд. Яндекс. 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 увидела только вчера к аббаратцу, мне кажется, очень классную, Зарина с русским музеем. Они сделали бранч, на территории из Дельского сада, там было все суперпенджи. А я продукты не видела, только бранч, а там показаны вещи? Сегодня какой-то новый гост выложили. Да, там каус много. Потому что ивент очень красивый, а где вещи? Хотелось бы оценить. Твое. Твое. Барби, Настя Ивлеева. Ну, вау. Что ты можешь делать? Ну, Яндекс. Сбер, ВТБ, ну, а что еще? ВТБ. Озон. Озон Балун, которого никто не знает, ни одну коллабу не видел? Нет, не точно. Какие-то невероятные звуковые. Давайте так, мы сейчас... Вконтакте. Вконтакте вообще, слушайте, мы сейчас говорим про фандрайзинг. Кто больше всего денег вбухивает в проекты, ну, разные страховые компании, МР-групп, разная недвижка. Веспер, МР-групп, что вообще? Capital. Наш любимый. Hatton. Hatton. Capital, Маринагин. Приводила пример УМК, который целый город сделал арт городом в Иксу. Да, вот в Иксу. Там фестиваль и резиденция постоянная с художниками. Это реально уникальный случай, когда моногород, созданный вокруг одного предприятия металлургического, стал таким арти, благодаря корпорации и их усилиям. Ну, это уже легендарная коллаборация, это уже целая история написана, причем не первый год, и международная известная. долго, те годы, когда я там работала, первые три года, когда была Юлия Бычкова, куратором, этого еще не было, мы только закладывали фундамент. Мы тогда как раз сделали резиденцию, и, ну, как бы многие вещи начали, которые сейчас уже воспринимаются как само собой. Ну, вот Анн Девелопмент, они же сделали галерею у себя там в одном из вип-домов и купили энное количество картин Фабисовича, а потом передали это в Дар Третьяковской галерее. Да? Моя. Да, и вот девелоперы классные, даже в разных полях, вот, например, там капиталная группа ОМО, они помогли МШС, ну, собственно, в школе современного искусства, и выступили партнером одной из их программ, то есть я не знаю, что именно, может быть, целевые места, может что-то еще, но это целая программа, которая посвящена как раз-таки включению вот какого-то креативного контента в бизнес. И вот они стали партнером этой программы. Это здорово, это интересно, когда на поле образования это тоже происходит. А так, да, метаверсы, хатные, это прикольно, это правда, ну, это интересно, как минимум, это такой опыт необычный, нестандартный, они просто картину повесили. Поэтому вот девелопер молодцы. Ну, их денег много. Денег много. Мы сейчас назвали компанию, у которых много денег, но есть разные, и приходят очень разные бренды за… Или, например, вот эта частная авиалиния, которые приходили, потому что мечтают подружиться с искусством и вкладывать в меню картинку какую-то, и, в общем, это сумасшедший дом на самом деле. Все хотят… Около светской облажь. Около светской облажь. Хочется сказать, откуда мы все говорим про западный опыт, а давайте поговорим, почему все-таки это произошло у нас, и почему все вдруг захотели, и почему мы читаем телеграм-каналы и пишут только про коллаборации. Да потому что началась спецоперация, и ушли медиа, и брендам нужно как-то продвигать себя. Единственный способ продвинуть себя – это с кем-то подружиться и обменяться аудиториями. И, конечно, больше же… Это просто все на самом деле большая пиар-компания, а не искренний порыв, давайте будем честными, сделать что-то, искренне поддержать художника. Большинство меценатов это делают анонимно, если они хотят поддержать, есть целевая поддержка художников и так далее. И много при этом начали говорить про фандрайзинг, которому сейчас в России тяжеловато, но это отдельная история. Ну нет, это уже совсем к маркетингу относится, но… Совсем грустно. Но глобально это способ получить бесплатно большое количество охватов для своего бренда. И если к тебе приходят бренд и говорят, мы хотим пиар-компанию, связанную с искусством, сделать что-то классное, и ты уже потом дальше подбираешь художника, который соответствует ценностям, и который… Почему бы и нет? В этом нет ничего плохого, в деньг зарабатывать, и почему нет? Со стороны бренда я считаю, что и коллаборации, и коллаборации с другими брендами, и коллаборации с художниками, коллаборации с какими-то институциями, и кроме этого еще коллаборации с НКО и, наверное, какой-то благотворительностью, это очень тонкий лед. И перед тем, как приходить к любому из названных представителей всех этих групп, нужно очень хорошо подумать, для чего тебе это. И основные копья как раз ломаются внутри бизнеса, потому что кто-то хочет коллаборацию, но не может объяснить, зачем ему это. Если это, как мы уже обсуждали, топ-менеджер, тогда это все волевое решение, и мы идем, делаем, а как оно дальше туда вниз спускается, совершенно непонятно. Если коллаборация лежит в основе маркетинговой стратегии, как, например, как я вижу, это в бренде Monochrome, они постоянно делают разные коллаборации, и часть из них очень успешна, часть из них менее успешна, но они все интересны. И пока ребята очень так аккуратно идут. Или если, например, это работа с GR, или это работа с B2B клиентами, как, например, была недавно у Авито, у вертикали автомобиля, по-моему, какая-то очень красивая выставка в обновленном музее автомобиле, автомобилестроение, да, сейчас вы опять скажете, что это вы все делали, музей транспорта, когда они там как раз выгуливали своих основных стейкхолдеров извне Авито. Это хорошо работает, если у этого есть очень четкое понимание, зачем это нужно. Во всех остальных случаях, как, например, простите коллеги из Сэллы или из Арины, непонятно, зачем это нужно. Но есть же эта мысль, что проще, если это большой бренд, коллабиться с художником, потому что ты большой бренд, ты можешь его просто раздавить, если что, потому что твой value кликов, денег и всего остального круче. И даже если ты Павел Пеперштейн, все говорят Яндекс с Павлом Пеперштейном. И дальше твое имя уже вот так вот сжевывается, потому что сначала ты говоришь Яндекс. Почему предпочитают делать с художниками, как вот с отдельно взятыми персонами, а не, например, с... Ну, музей мы не берем, музей это очень серьезно, очень большая институция с историей, их принято поддерживать, как на западе спонсорством, ВТБ, мы знаем все это. Но почему отдельно взятый художник, а не галерея, например, или там вот, ну, не какое-то объединение, грубо говоря? Во-первых, объединение все еще делает, миллиард коллабораций, коллабораций, да, азбука вкуса, и сэмпл, и все остальное. Я имела не объединение, объединение, которое Аня, а... Давайте, во-первых, все люди, и ты, скорее всего, выберешь человека, с которым тебе комфортно работать. Почему так много коллабораций с Павлом Попперштейном, сейчас просто будет бомба в этот зал, потому что с ним легкая коммуникация менеджмента. Ты просто пишешь ему вот такой запрос, он тебе говорит, да нет, ну не он, а его менеджер. И выставляет тебе сценник, ты его выплачиваешь или не оплачиваешь, вы согласовываете, все в срок, все замечательно, это удобно. Вот у тебя сидит какая-то маркетинг-команда, которая никогда в жизни этого не делала, им нужен, почему Алина Глазун, легкая коммуникация. Или, например, есть хороший менеджер, который занимается этим конкретно художником. Почему приходят в галерею, почему вот когда к нам в галерею приходит запрос, мы все-таки делаем коллаборацию с художником, потому что галерея продает работы этого художника. Нам чем чаще светится имя этого художника, тем выгоднее. Вот, просто очень простая математика. А вот еще мы, только вопрос для всех. Просто сказать, честно, только спросить. Я просто хочу согласиться с Дашей, что чем проще коммуникация с художником, почему все так любят Алену Ракову. Очень сильно любят делать в фэшнне, коллаборации с ней, какие-то принты и что-то еще. Она очень быстро их рисует. И никогда нет какого-то сомнения, что она скажет, нет, это совершенно не то, что я хотела бы, если она уже на старте согласилась и скажет, у меня творческий кризис. С ней круто и легко работать. Можно еще инсайд расскажу? Очень часто приходят медиа, чтобы сделать работу какого-то художника на обложку. И вот ты никогда не знаешь, опять же, сейчас ситуация сложная и у художников есть мнение. И вот одна арт-группа на обложку сноба нарисовала герб России. Деньги были заплачены, поэтому это тоже аккуратно. Ты художник, может тебя подвести и просто сказать, что говорить нельзя сейчас. Мы в галерее работаем тогда на самом деле, потому что галеристы прекрасно знают, за что они ответственны и какая это ответственность, какой у нее вес. Но вопрос такой, а как появляются эти монополисты на рынке, так сказать, в сфере коллаборации, как то же самое объединение, как сэмпл, как энное количество три художника, которых мы тут уже упомянули, которых Вова Пергин, на которые мы будем разговаривать тут же 23-го числа. Вот как так случилось? Есть у этого феномена объяснения. Мне просто очень интересно. Нам же тут про Top of Mind рассказывали в FMCG брендах недавно, о том, что ты очень много про это слышишь. Ты услышала, значит, что там, не знаю, сэлы это сделали, а тут еще МТС, а тут Яндекс. И когда люди в бренд-командах, люди внутри брендов в маркетинге, они тоже не видят 360 градусов, что вообще все происходит где-то в арте, в искусстве, в культуре, какие новые режиссеры, какие новые постановки, балета, чего угодно. У людей все-таки какое-то тоннельное зрение, определенный пузырь. Вот что в пузырь попало, к тому и пойдем в первую очередь. К сожалению, к сожалению, да. И все. Кунц не делал коллаборации? Ты же серьезно? Эпидон, перрион, абсолют. Она хотела защитить Кунца. Я просто про Орхола, про Харинга и про... Я хотела сказать, да, что это очень большая профессиональная агрессивная команда, которая как бы просто очень качественно распоряжается наследием. А картинки действительно уже вошли в культурный код, ничего не нужно объяснять, поэтому мы это все видим. И на самом деле бренды запрашивают. У меня масса каких-то вещей, которые сделаны с фондом, из масс-маркета тоже, ну потому что это как бы арти-штучки. Ну молодцы, потому что вот как раз прекрасный путь, то есть жизнь художника не заканчивается после его смерти. Вот у него какое-то количество наследия в музее, вот есть фонд, там возглавляемый его наследниками, и они продолжают все это гнусное дело о коллаборации. У нас тема в дискуссии, как интегрировать искусство в бизнес. А может быть есть какие-то кейсы или истории, когда бизнес сам взращивает искусство? Вот я упомянула про резиденции в ИКСе. Вот я упомянула, самый хороший способ имя взращивать искусство, это либо спонсировать образовательную программу, либо делать резиденцию, потому что резиденция, как я сказала, это прекрасный способ молодому художнику избежать коммерческого давления галереи или, ну в принципе, в целом рынка, и заниматься своим, собственно, художественным языком, его выработкой. Поэтому мне кажется, что это самое честное и прекрасное. И вообще мне очень нравится эта западная история, когда залы поименованы как бы корпоративными названиями, именами учредителей. Это очень чистая, понятная, как раз не сверхсложная и простая история. И она, конечно, не называется коллаборация, она называется корпоративная социальная ответственность и так далее. Ну в общем, это очень прямой и хороший способ. И я считаю, что все коллаборации должны развернуться в эту сторону и делать это обычным, привычным способом. Пусть будет больше выставок, больше художественных карьер, успешных, а не горы и шматья, которые никому не нужны. Сильно, сильно, сильно. Давайте не будем забывать про корпоративные коллекции, которые формировались в 90-е нулевые, банковские, которые вот Дойчебанк, да, не, 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 Дойчебанк, Росбанк, вообще куча банков, которые, это не публичные коллекции, но которые формируются, соответственно, когда художник получает деньги за свою работу, он может продолжать художественную карьеру, это поддержка художника. И неважно, в общем, дать денег художникам, это лучшая поддержка искусства, вот. Какие чуть подробнее? Какие проекты, когда взращивают? Ну вот про девелоперов, вот у Capital Group у них есть своя собственная коллекция. У Ant Developers тоже есть своя собственная коллекция. Я хочу просто напомнить, что у нас специальная очень как бы среда, потому что мы знаем Минца, которого уже нет в России, у которого есть частный музей, и слава богу, он работает, и мы ходим туда, и он прекрасный. И мы знаем Ананьева, чей музей не работает, из чьей коллекции вопросы. Да, да, то есть есть разные люди и разные разные музеи, которые работают или не работают, у нас действительно рискованное земледелие, что называется. Очень хорошо, это я запишу, это обязательно. Друзья, давайте вопросы из зала, пожалуйста, чтобы мы тоже шли в тайминге. есть, можно даже какие-то провокационные, а лучше не надо все-таки. Нет, нет, не от того. Наша подсадутка работает, все хорошо. Расскажите про успешные коллаборации, они только закинули уточку и вышли с темы. Парочку вначале хотели назвать. Ну, или собственные, да. Ну, или можете коллег пропиарить, просто, которые вам кажутся более успешными. Я сделала пряники для своего магазина, оказалось, что еду продавать гораздо выгоднее, чем искусство. Художница сделала тульские пряники с мемами, то есть, она переделала в программе, но, собственно, поскольку Карина Барабанова занимается вот этими мемасами, и вообще у меня такие мемасные художники, потому что я занимаюсь мерчом, и мне важны какие-то крепкие и понятные всем фразочки и так далее. Вот мне очень понравилось делать еду, и прянички продавались очень хорошо, и за ними потом еще тоже обращались, они просто скоропортящиеся, и я делаю малолимитку, да, limited edition, вот сейчас меня Катя Пычайвар зовет на print market, но это не print market, а сейчас сформулирую, это market, ливер от артиста, ну, художественных книг, которые будут в сентябре, и я думаю, что я туда с пряниками пойду, потому что мне хочется повторить. Надо хвалить коллег. Надо хвалить, правда надо. Ну, во-первых, вы помните лето, когда все, не лето, весну, когда все носили мерч уральского биеннала. Уральская биеннала, сто процентов. Мерч уральского биеннала, когда ты идешь по улице, и ты думаешь, вы реально все с Урала только что приехали типа неделю назад. Люди принимали заказы в моей инсталенте, Алин принимала заказы в инсталенте, бизнес был. Я на уральском биеннале кому мерч не везу больше типа трех в руки, и ты выходишь на улицу, и в какой-то момент понимаешь, что ты на уральском биеннале, оно закончилось неделю назад, и, честно говоря... Розовые про обнимацию? Это розовые. А бит? Ну ладно, подождите, бит и Тима Радя, который украл работу, серые, потом все купили, а потом это написали в телеграм-каналах, извините. Это плохая короборация. Давайте похвалим объединение все еще, которое, например, сделали не только с художниками, сделали короборацию с подписными изданиями, издали прекрасную книжку с азбукой вкуса и принты, которые они рассылали, были... Но со стороны X5 есть вопрос, конечно, когда ты идешь по азбуке вкуса, и они объявляют голосом сверху и говорят, на кассе можно купить тарелки с эксклюзивным форматом, с арт-группой, объединение. Они не арт-группа, да. Они говорят, там слово арт через слово, и тебе это говорят женщина в граммофон, и ты думаешь, это будет какой-то ужас, и потом ищешь через весь зал, и где-то в отделе сыра стоит такая красивая тарелка, думаешь, блин, спасибо объединение, а не спасибо X5 Retail, но... Это вопрос вот о том, как я глазун не нашла, я вам клянусь. Я искала сто раз, мне пришлось отдельно в каждой категории, я выучила ее одежду, потому что я на нее подписана, и я искала рубашка бирюзовая, а там, значит, штаны леопардовые, понимаете, то есть по глазун нельзя найти было на сайте, ну, еще неделю назад. Во-первых, это будет серьезный разговор с Элой. Выскажу возмущение. Давайте похвалим коллег из Лобби, которые сейчас сделали прекрасные платки. Прекрасные платки. Они до этого делали прекрасные... Паша Халтиановская. Паша Халтиановская. Они сделали прекрасный, они керамику делали, что только не делали, все супер. Я тут вообще хочу похвалить еще нас, ну, в плане не нас, а школу дизайна, потому что вместе с фабрикой городецкой росписи мы сделали такой немножечко апгрейд, обновление самой этой грецкой росписи. Так как этот завод поддержал Спар, в общем, компания Спар, они купили, восстановили, вообще будут восстанавливать, там, весь городец, облагораживать его. Это очень сильно, очень классно. И вот как раз таки, чтобы поддержать этот промысел, они вот заказали у нас товар дизайн, всех упаковок, там, баннеры, всякие группы, где можно найти эти подарки, да, с городецкой росписью. В общем, это очень такая добрая история про то, как люди, которые живут там, и они, владельцы, да, этой вот сте в России, они вот поддерживают свое место. И такие, как вечер промысла, ну, это правда, то, что очень легко вот так вот исчезает, и нужно пытаться сохранить, конечно, как можно дольше. Вот красивые промыслы, и, конечно, светская блажь, Вова Перкин-кортье, классный кейс, когда витрины это, а не когда это ваша съемка на фоне баски и ваших бриллиантов все еще, или не попытка перенести тиражный принт на пакет, и это все-таки взаимодействие, художественное взаимодействие художника с пространством в магазина, что, наверное, типа, как раз таки, да, позитивный кейс к антикейсу Тиффани, не знаю, что-то я к ним привязала сегодня, простите. Я еще хотела добавить к вот этому вопросу про взращивание. Вчера буквально была новость у бренда, у фэшн-бренда Ушатава, они сделали грант как раз для студента, который будет как раз учиться на их деньги, и это классная история, вот этого хочется как-то, наверное, больше. Конечно, конечно, вот в этом суть, и про что-то еще мы тут только что хвалим. Да, 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 мы хвалим. Я вспомню, скажу. Потому что же что, пойдем в формате, так сказать, B2B в пол-тайм. Да, но, пожалуйста, хватит делать типа десерты с кофеманией, ваши стаканчики для вашего кофе, которые из мусорки торчат потом на столешке, типа, это все, конечно. Я вспомнила, я была на прошлой неделе на заводе Гусь-Хрустальный, где как раз производят хрусталь и стекло, и там какой-то фарфор, и на самом деле ребята очень много делают коллаборационных всяких линеек, например, у них была коллаборация вместе с Ульяной Сергеенко. Знали ли вы об этом? Скорее всего, как-то очень покасательный или нет, а там на самом деле буквально наследие как у Бакара, Лалик и всего прочего. И вот здесь, наверное, еще сложность в том, чтобы сделать коллаборацию, а потом классно про нее рассказать. я хотела сказать, что северский завод фарфора во Франции очень давно коллаборирует, ну, изначально у них не было Советского Союза, у них это как бы непрерывающаяся линия коллабораций с художниками, и у них есть в центре Парижа такой как бы кабинет демонстрационный, там, где проводят выставки. Вот это как бы очень обязательная часть художественного процесса. Они показывают результаты, они даже эти выставки возили, я их, собственно, видела в Эрмитаже в одном из дворцов, ну, очень давно они привозили эту коллекцию, сделанную современными художниками. То есть как бы надо всегда думать, наверное, о том, что кроме выпуска продукта есть еще доделывание этого проекта, допиаривание, и оно очень важно на самом деле. И помимо пиара еще иногда коллаборация это способ погулять лояльных клиентов, и, например, давайте все-таки немножко западный классный пример, как бизнес классно поддерживает искусство, например, UBS, вот сейчас проходит Art Basel, это ярмарка везде, и они, реально везде, но сейчас она в Швейцарии, и там все, и, в общем, с чеком меньше, чем 100 тысяч долларов там делать нечего, и там есть коллектор с лаунж, там есть специальные private показы в мастерских художников, специальные вечеринки, специальные ужины, и все такое, и все-таки хочется сказать, что коллаборация это все еще может быть не принт, а опыт для аудитории клиентов. Это было сильно, похлопаем, пожалуйста, похлопаем. Спасибо большое, да, следующее мероприятие здесь пройдет 23-го, а 21-го, гусь-хрустальный, о, территориальный пройдет важный, 21-го, 23-го коллаборации, я тоже буду тут, приходите, если скучитесь, ну, в общем, спасибо большое всем, что пришли сегодня, надеюсь, что было интересно, полезно, огромное спасибо друзьям, коллегам, без вас, как бы, ничего не случается в этой событийной повестке. Спасибо.